Доброе утро. Доброе утро. А меня не видно, да? Да, сейчас подожди-ка тут еще тут не надо нажать, что-то темное у меня. У вас все нормально? Это у меня темно, у меня свет не горит, не видно меня, да? А-а-а. У меня же ночь, сейчас я попробую экран светлый делать. Понятно. Я тут послал сейчас вам нужные ссылки показать, как вот в переписке в моем мире обратился руководитель сектантов и как он принимает крещение, это в прошлом году. Ну и конкретно покажи веру твою без дел, без дел. А что я показываю-то без дел-то, и мне еще вам показывают. До того интересно. Давай. Я, в общем, по важному делу. Ага. Значит, вы появились наметки по поводу вашей миссии. Так, подожди, я что-то не совсем понял, что-то. Повтори-ка еще раз. По поводу чего? По поводу миссии вашей. Да-да. На 14-й год. В общем, Тула, Тула вас не устроит. Нет, не устроит. Совершенно. Абсолютно. Тула, это единственная область, которая полностью для нас закрыта. Тут все это рассказывать, это такое дело. Мы опоздали, приехали когда в Тулу. Я имею ввиду областные, краевые мы сначала заходим. А когда идем и в районные приезжаем, мы документ показываем, книги приняты. Они благодарят, дают обещание книги хранить и все. Но получилось так, что уже она была закрытая. А в Туле у нас очень близкий священник. Батюшкин друг, куда он каждый год наш отец Аким ездит. Они больше 30 лет дружат. Вот. Я ему говорю, у тебя тут какой-то есть вид, шансы, какой-то авторитет. Передать книги-то, чтобы нам не ждать там до понедельника. А там мы по воскресеньям поехали в храм к нему, отслужили. И все это у нас тут в моем мире там есть. Это если надо, я ссылки сделаю как. И вот я эти книги раскладываю. Это тоже у него в дом. Дом он построил. Только что храм он большой построил. Очень уважаемый священник. Прямо очень. У него спонсор один там миллионер или миллиардер. И у него сокол фамилия. У него внезапно погибли жена и сын. И вот он теперь строит храм. Ну все-то через этого батюшку. Ну батюшка-то что, поехал с книгами. А тут-то беда. Почему? Одна из прихожанок является как раз директором. Она теперь не фокнуть говорит, ничего не может одна сказать. Ей только к батюшке. Мы в других библиотеках были. А вот у нас отец Роман уехал. Он два дня его пока не будет. Вы тут пока посидите. Подождите. Они совершенно умалишенные. Я попутно буду вкладывать. Вот это за это патриархия ответит. Они никакого отношения к библиотекам не имеют. К школам, к воинским частям. Они везде нас суют. Я сейчас перебью минуту. В Туле есть, в общем, есть место, куда вам сквалировать литературу. Но у нас получается, что по этой области мы будем ездить, а сама область может быть мертвой. Я говорю о краевой библиотеке-то. И когда он поехал, сдал, она не может ничего сказать. А я вот, я скажу, я батюшке-то, ну, а он-то всех батюшек знает. Он там постоянный. Ну, пожалуйста, батюшки-то. Ну, батюшки-то, щи, это не григоряные армяны, это не мусульмане, не кришнаиты, это православные. Они научены только одному. Быть под ними. Мозги тебе не нужны. Я тебе авансом даю спасение и вход в рай. Он ничего не может дать. Он сам погибший человек. Он, вопреки Слову Божьей, идет и манафема двукратная по галатам. Но она, однако, не может сдвинуться. Ну, он отдал. Приходит, проходит неделя, другая. Это все видео у меня даже есть. А не с места. Да я вот не знаю, как он говорит. Ну, что делать-то? Книги забрали. Ну, вы верните хоть книги-то. Но она, видимо, тогда снова звонок. Я знаю, как они обращаются. Сагбедная, ручка на ручку, батюшка. А он что, эти книги, которые у нее духовник, еще второй, он оказался ярым таким. Он эти книги передает в епархии на расследование. А они очень привередливые. Я ставку делаю. Ко мне приезжают, вот я здесь нахожусь, где Ползунова 6, приезжают два благочинных. И мы это фотографии все засняли. Я обоих их знаю очень хорошо. Один на Волтайке погиб, он сейчас в Санкт-Петербурге. Он был главным по военным ведомствам. А другой Барнаульского. Это сын главного благочинного, который был тут вместо архиерея лет 30, наверное, Войтович. Они тогда что надумали? Чтобы глава администрации Карлин, он решил сделать совет из религиозных деятелей. Ну, и туда включил все секты, какие есть. Они поговорили, секты, так что они с нами? Какой совет-то? И решили теперь подобрать всех традиционные религии, традиционные. То есть против евреев не воевать, мусульман не трогать, с католиками заодно. Но поехать всех их собрать, вот этих, кого я назвал, подписать бумагу, она бумага уже есть, и подать этому главе администрации. А он ставлен их Карлина. Этот Карлина, это Путина, после смерти Евдокимова, который разбился-то. Вот, не посчитай, только что я долго рассказываю. И вот они теперь там думают, как это сделать-то, когда они бумагу подпишут, а мусульмане подпишут, что мы против сектантов, католики подпишут. То есть они уже высчитали, еврейский рабин подпишет. Но кто подаст теперь? Мы же это правильно решили, что надо коту звонок повесить на шею. Но теперь кто это сделает? Тут у мышей главный вопрос. И они теперь там, епархии, приходят к единодушному решению. Никто, кроме Лапкина Игнатия, этого не сделает. То есть мальчикам для битья выставить меня. И они благословление имеют от архиерея, Максим, Дмитриев, и ко мне сюда приезжают. Ну я-то сразу понял, что они хотят-то, мальчика для битья нашли-то. Но у меня никакой разницы нету, как Андрей корректно. Правильно? Ему наплевать на все это. Я говорю, я согласен. Но вы делаете не то. Как не то? Они не могут, у них шаблонные мозги, у них ямки-то другой нету. Им как преподавали. Мне все отклонения приходится делать. Я говорю, вам этого делать не надо. А как же? У нас тут документ уже и благословение, вы согласны. Я говорю, дело в чем. Карлина никто народ не избирал. Он после смерти был просто волевым решением Путина поставлен. Скажите, он против Путина пойдет? Да нигде он не пикнет. Поэтому, как Кураев говорит, я думаю, что епископ какой скажет. Карлин, ему жить надо. Против Путина он не пойдет. Ну это, конечно, не пойдет. Он же не просто народом избран, а ставили на Киеву, проверены. Второе. Карлин юрист очень высокого класса. Он работал там, в высшей инстанции, там законы составляют. Пойдет он против Конституции? Открыто. Не пойдет. Так вот, теперь решите. Путин все время с патриархом, а не с сектантами. А перед Конституцией это все сектанты и мы одинаковые. Он не пойдет на это. Вам нужно следующее. Развернуть оглобли домой и послать другой документ, привезти в краевую администрацию и сказать, мы отказываемся быть в этом совете. Вы отказываетесь. А вы имеете на это право, никого не унижаете, никого не рубите. Они всех давить, гнобить. Они ничего не умеют делать-то. Они сразу за телефон в ипархии звонят. Вот нам говорят, так, тут такой огромный потенциал. Это потенциал, что я сказал, это потенциал. Мне до того смешно. Ну, прямо это... Ну, что? А я преподаватель теологического факультета Волобоева Марина Маратовна. А она мне близко знакома. Ну, там, кандидат на УКТ. Я говорю, вот такое дело-то как? Я говорю, Карлин должен отказаться от этого совета. Хоть и решение-то хорошее было. Она мне звонит днем и говорит, Александр Богданович-то отказался. Говорит, мне такой совет не нужен. Ну, без православных-то генералов-то нету. Ну и все. И вот в любом деле у них по-другому никак. Вот к нам люди приходят, они их наставляют. Это сектанты. А его он учился, ему показывают сектанты, а они не признают патриархию. То есть никакой благодатности нету. И они на это давят. Ну, а видят, что мы служим вместе, а они это лицемерно делают. Теперь они им преподают так. У сектантов нет икон. Ну, это же преподает Осипов. Он по-другому не может, у него программа-то. А эти люди, которые нас проверяют. А можно к вам прийти? Можно. Пришли везде иконы. А они приходят и говорят, так у них иконы. А иконы? Да это они ради вас повесили. Он дальше-то его не учили. Что делать-то? Он не может никак понять, что сектанты это те, у которых нет священства. Они видят священника, а он не настоящий у них. Дальше они говорят, учат-то сектанты, не признают Божью Матерь. Они пришли у нас как раз в видение во храм Богородицы, мы молимся, букву в букву. Они говорят, так у них такая же служба, и архиерейская служба мы были. О, архиерей! Да они его палками гонят, он, говорит, бежит от них, и они, говорит, за колесо его гонят, бьют его, архиерей это. То есть они не имеют ничего дальше, кроме этой программы. То, что вот у нас так, и мы православные, но ему уже зарядка ни под каким видом не говорит. И вот это есть сергианство. Я просто вставляю здесь, показать, какие они, они никакие. Просто никакие. И теперь им надо только давить. Давить, и больше ничего не надо. И вот они здесь, где сейчас выступают, они ни один не могут сказать. Вот Андрей сказал, вот Лапкин такой-то, о, так он сказал нарочно, он дальше-то говорит, хорошо, что вы не встречаетесь с ним. Ну а дальше-то он все говорит, я завидую ему эти слова. Вы объясните, как он говорит? Интонация, все говорит, что он не лицемерен. Теперь они говорят, что он это сказал так, только, ну, в ироническом смысле. Да, они даже не снимают. Да, то есть они не могут никак понять. Они вот дальше Андрея сейчас что-то скажут, дальше-то спрашивают. Они Андрея туда же сметут сразу. А патриарх? И патриарх ничего не значит для них. Вот как в Грузии было. Выйти из декоминического движения-то. Ну а их патриарх, это патриарх, это Илью-то, Катерикоса-то, избрали председателем-то. Кто? Главная ставка монахи. Они ничего не делают. Но тут они, а народ так к ним идет, они сразу везде раздостали против. И пошли демонстрации против патриарха. Патриарха сметут тоже. Патриарх сразу же вышел из документического движения. И Андрей не может дальше это сказать. А он делает олиби себе. В двух местах он там делает. Ну и хорошо, что вы не слушаете. И дальше еще один раз он делает скидку на то, что, ну, не подписывайтесь под тем, что Лапкин говорит. Все, то есть, теперь Андрея они хватают. Они его давят. А он скажет, ну я же сказал, что, ну, вероятно, может быть, это Дворкинские уже. Я знаю, они все заодно. Чтобы его ни в суд, никуда нельзя было прихватить. То есть, везде лукавство. А лукавство от лукавого должно быть да-да. Нет-нет. А остальное? Все остальное. Все. Тысячи вариантов. Только от лукавого. Они Духу Божию не дают работать с ними. Дух Божий не может так говорить. Девяносто девять процентов. Один процент не говорить. Я вам сегодня пришлю материал, который убойный буквально. Как одна здесь преподаватель, пять лет исследует студентов данные. И ее статью Цепенниковой Евгении Павловны перепечатывает местная партихальная газета Алтайская миссия. А она хористка, поет на клиросе. И она говорит, девяносто девять процентов крещеных. Не ходят в церковь никто. И всю статистику там под пятнадцати параметром она выводит. Я вам дам. Из мракоизущества называется статья. Они не могут ничего сказать. У них этого нету. Нету. Почему? Они покинутые. Это не просто ужас, трагедия. Это вечная смерть. Они без лжи ни одного слова не могут сделать. Без помощи дьявола они никто. И вот этот теперь отдали в Тульской этой губернии. Они там исследуют. Исследуют. И что? И они находят против. Я против. А как против? А вот так. Эти два благощинных у меня сидят. Теперь они это приняли не ездить по этим традиционным религиям, а отказаться самим. То, что я им посоветовал. Ну, он берет одну из книгу трехтомника благощинной. Новоалтайский. Погибло. Отец Михаил. Мне такие книги нужны. Нужны? А его новый русский поп показывают, там, семиквартирная, семикомнатная квартира, там, везде печатают про него. Они хапуги. Трусость и корысть это главное качество у них. Трусость и корысть, корысть и трусость. И он берет и первую страницу, открывает, и там мои комментарии. А комментарий говорит, сегодня священники не хотят проповедовать. А блаженный Фепелак говорит, все христианство в этом состоит, в приобретении для Бога. Он сразу книгу захлопал. Да как это можно говорить, не проповедуем? Я только сегодня проповедовал. Он не понимает, что это мертвая проповедь. Она никого не оживляет. У него блаженный Фепелакт есть и Библия. Но эти книги они мертвыми сделали. А берет мои, где я даю комментарии, притягиваю на сегодняшний день, оно слово живое здесь. Оно прожгло его. Он сразу книгу захлопнул. И уже ему надо сорваться на ком-то. А только перед этим он мне сказал, вы все эти годы, а он благочинный, а я даже не знал, он признался в любви ко мне только перед этим, вы все эти годы для нас священников были факелом, маяком. Мы на вас ориентир держали. Мы-то боимся сказать. А вы все говорили с настоятелю, говорили и властям, писали в ООН. А мы-то мы никто. И вдруг ему против меня никак. Я гляжу, сейчас в нем бурлится. Ему надо как-то меня осадить, а он не знает как. Он только что получил от меня этот совет, что не надо делать и все. А тут одна из наших прихожанок, Политыкина Елена, она сидела, я наказывал, молчите, попы не любят противоречий. Когда они попы говорят, не судите, у них один смысл, не трожьте нас. Другого нету. Они судят больше всех. Они на мне на одном все западе попирают. И она возьми и сказала так, тихо, батюшка, ну вот идти так народу проповедовать, это же Евангелие говорит. Ух, как он поднялся. Это ты кто такая? Это вот ваши прихожане. То есть теперь она, моя прихожанка, а я хотя, ну еще прихожанка, я старостный. Это вот так вы их воспитываете. Да ты знаешь, кто я? Я семинарию, я академию заканчивал, я благочинный. Я так и присел. Ой-ой-ой. А я так лопатник. Я ниже, 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 ниже. Ой-ой-ой, я молчу слова. Лена, да как же ты посмела? Ну-ка выйди отсюда. Я уже к нему. Маленько удовлетворить-то его, ну стукнуть. Как же ты могла-то? И она сразу вышла в другую комнату и все. Да я не оправдываюсь. Батюшка говорит. Какое ты имеешь право-то? То есть я полностью перешел на его платформу-то. Фух, маленько я эту глыбу сдвинул, он маленько обмяк. Потом они еще приедут. Вот какое дело. И вот в этой Тульской этой епархии, видишь, я какими кругами-то рассказываю, чтобы показать-то. Наконец этого батюшку вызывает в епархию. Книги-то не отдают. И они назначили совет цензоров. Цензорный совет. И они батюшку в бараний рог крутят теперь. Итак, вопрос решен. Вы за Игнатия. Лишаетесь всего, что у вас есть. А он-то живет, настроил там колокольню, там храм такой, по территории, там вообще все сделал. Ну он супер православный-то, но он близкий нам человек. Он уже никогда не будет таким, как они. Он не подлый. Ну а все остальное-то... Я его не служу за это. И он говорит, ну вы мне покажите, что в книгах Лапкина не так-то. Я что, я же не враг православия-то. Вы только что меня наградили, там какую-то награду дали. Ну тебе зачем это знать-то? Ты не знаешь совсем. Ну как так? Так же я не могу. Ну хоть одно-то место покажите где-то. 38 же книг-то. У вас в комиссии было сколько? 7 священников. Я, к примеру, уже говорю. Я не знаю, сколько было их. Они ни одного слова не могут сказать. Они только одного слова. Ты не выйдешь, пока не дашь слова, что ты Лапкину помогать не будешь в распространении книг. У него выхода никакого нет. Голова лежит на щурке, топор занесенный. Я его не сужу. Он хороший батюшка. И он говорит, ну я скажу, буду помогать. Я лишен всего и вам теперь никогда-никак доброго слова не могу сказать. Но он имеет право нас принимать, то другое, но не распространять. Они это понимают. Он говорит, ну они вот едут дорогой отдохнуть-то. Они же могут ко мне заехать-то. Они не знают, где остановить этот бег диких, бешеных, лютых волков-то. И он это дело сказал. Это Тула. А раз это теперь все перенадут в библиотеку, они мгновенно во все районы библиотеки. Тульская область это единственная в России, которая закрыта для нас. Они взяли такой грех за миллионы читателей, будут отвечать на суде Божьего. Я ничего не потерял. Книги-то не мои. Через мои руки, через мою голову, через мое сердце они прошли книги. Но я их отдаю, и следом дымятся костюри. Меня это абсолютно не касается. Ответить это вы. Вы же подписали бумагу, что книги будете хранить и давать всем. Так они пошли другим путем. Они узнают, что я был в Кемерской епархии. На меня распустили. Я продаю книги по улицам. А фишку показывают. Игнатий даром дарит библиотеке. А говорят о продаже. То есть ничего нет. Они не могут показать. Они тогда приходят, ну допустим, Тимиртау, я конкретно называю уже. А там наш человек живет. И они говорят, у вас Лапкин был? Был. И книги получили, да. А их нельзя давать людям-то. А почему? Ну вот решение тут и прихольного совета. Ну почему? Одна из мелкеньких сошек-то оказалась там, прихожанка-то. Она полностью ничего не может сделать теперь. Она на директора, видимо, влияет-то. А этот человек, который звонит, Михаил Кальмаев-то, он на телефон все это записывает. Ну скажите, почему? Я читатель. Библиотеки, книги. Они для всех. Они в центральных библиотеках страны. Библиотеки имени Ленина в Москве. В исторической библиотеке, в парламентской. Он перечисляет 444 библиотеки. Библиотеки. Ну, я не знаю, но, знаете, у нас тут список книги экстремистские. Это там вредно. Так, книги экстремистские. Она сразу попятилась. Так, нет, подождите, я к директору скажу. Директор берет трубку. Так, ваша работница сказала, что книги экстремистские. Да нет, этого нигде нет. Их ни в списках, нет ничего. А почему нельзя? Мне прийти у вас взять, почитать. Ты меня слышишь, Сергей? Да. И вот, они тогда говорят, знаете, епархия сказала, эти книги исключительно важные, нужные. Они нужны для наших семинаристов. Понимаете? А эти книги будут читать там непосредственно в епархии. Вы нам, я не знаю, как на время или под расписку, как далее. И теперь они у них хранятся. Они их фотографируют, что их книги в Кемерово-то. И книги эти выставляют. Я знаю это из первоисточника. На 100% истинности говорю. А они никакие. Они Бога не знают. Они не знают, что такое совесть. Они бессовестные. А совести нету. А что такое совесть? Ну, разное там толкование дают. У меня своя наработка. Совесть. Ты тоже запомни, тебе сгодится. Совесть. Это тот участок души, не душа, участок души, через который слышится голос Божий. Совесть. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Он у них не слышится. Они знают, чего изволите. Что патриархия, что собор, что где-то сказали. И вот сегодня они, которые вот это говорят, и Кураев, он не может выйти из этих храмов. Не может. Но если сейчас патриарх будет арестован в ватных брюках вместе с Андреем, и мы будем вместе с ними где-то там на Соловках, там зимой на лесоповале вместе. А они другие совершенно. И им дадут понять, никогда вы больше не вернёте к своей должности. Высшестоящим они дадут указания, которые с властями-то заодно скажут, немедленно вынестите решение. Найдите в них вину, отлучите их, снимите их с них самыми простыми монахами. Монашество-то не снимается. И они это сделают в один момент. Всё. И вот теперь я с ними буду разговаривать. В них ещё эта трусость будет подавлять. Всё. Но наступит момент, кое-где она начнёт пробиваться, когда нас подтащат к самой пропасти. Их можно только жалеть и плакать о них. Я день и ночь молюсь о них, и имя Андрея Кураева в моей молитве непрестанно звучит. В его молитве я бываю или нет с моим именем, когда он меня знает. Знает. Когда в Германии вот подошли, месяц назад к нему передали привет, он очень обрадовался. Он говорит никак о незнакомом человеке. Понимаете, они изуродованы системой патриархии. Вся патриархия образована в сентябре 43-го года Сталином и Берии. И они скрывают это от народа. А для чего тогда сделали? Развозить заразу коммунизма по всему миру. Ну а что теперь делать? Покаяние. Виновные в сотрудничестве должны уйти. Седьмой Вселенский Собор, третье правило. Она делает их недействительными. А они бессовестные. Это значит голос Божий закрыт. Я вот о чём хочу сказать. И когда вы с ними говорите, вы делаете поправку. Это у меня было где-то, я сейчас могу маленько ошибиться, где-то за Иркутском, когда мы были там. И вот одна женщина в библиотеку, мы книгу разложили. В одной комнате там директора, а другой, где книги принимают. Называется это отдел комплектации. И вот она начинает привязываться. Я говорю, ну вот эта книга о сектантах, как беседовать. По всем темам, которые сектанты не принимают. Второй, том, третий. Это как беседовать со всеми людьми. Это мои личные наработки. У меня люди разбиваются на 24 категории. Первая, которая говорит, никакого Бога нет. Как с ними беседовать? На основании Библии. Не ума. На все доводы есть контрдоводы. На основании Библии они ничего не могут сказать. Я сразу делаю вставку. Вот я сижу в камере. Это камера академиков называлась в тюрьме. А 3700 преступников. Нас в отдельной камере держат один преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Директор, начальник одно время был высшего авиационного училища в Барнауле. Преподавал всех космонавтов знает. Туполева лично знает. И во главе, судили первый секретарь, тут все были. Во главе их, за паровозом начинается, был Сивер. Владимир Митрофанович, директор рыбокомбината в Мамонтово. И они меня что спрашивают? Я отвечаю только по Библии. Ну что ты? Бумага все терпит. Да ну что ты? Но уже два дня прошло, вопрос задали. А они задают вопрос и сразу говорят. Вы нам скажите, а что у вас там в этом? Об этом в Библии написано. Два дня. Оба коммунисты. Но через два дня они уже входят в это русло. Пусть они покажут, где они беседуют так. Меня привозят в краевую больницу. Меня со стройки краном снимают. У меня три грыжи. Меня захватило. И в больницу привезли на операцию. Совершенно я недвижимый-то. А там профессор один давно слышал, решил познакомиться. И вот он, я только поднялся, и он пришел ко мне. Впрочем, я даже не могу сказать, какой это день был там, что. Так, я хотел с вами побеседовать. Ну и что? Да я вот хотел задать вопрос. Ну я говорю, задавайте. Я много о вас слышал. Все это дорожку к тому, чтобы я понимаю, чтобы я ответил ему хорошо. А он отвечает, спрашивает, я отвечаю. Он еще вопрос. Третий вопрос. Он говорит, а вы сами-то свои мысли-то имеете? Вы что-то какими-то цитатами, как цитатник Мао-Зедуна. Ну свои-то слова есть. Я говорю, а я-то вас узнал сразу. Как вы узнали-то? А он, оказывается, татарин, что ли? Ну я об нем хорошие отзывы, но только там, так где-то, в своих кругах. Тогда что-то его никто не знает-то. А как вы узнали? Я говорю, так вы же чего желаете, чтобы я вышел за ограду? Вы хотите меня через за ограду Священного Писания выбросить на той стороне? Я говорю, вы же к Еве подходили. Говорили ей, вопреки тому, что она слышала от Адама. Понимаете, как он сразу насупился где-то. О-о-о, а я столько о вас слышал. Я говорю, вы ошиблись, вы слышали о другом. Я вот теперь полный рост перед вами. Я христианин. Для меня важно, что скажет обо мне Господь. Остальные мнения, как Златоуст говорит, писк комара, жужжание жука и карканье вороны. Все, больше он ко мне не подошел. Надо говорить, как должно. И вот эти, которые были в Туле, они буквально в винт скрутили батюшку. Я его не сужу. Мы остались в хороших отношениях. Но он-то постоянно об этом напоминает. И он понимает, какую рану нанесли его душе. И дальше, вот эти тульские, они находят в интернете нападки на православие. Сейчас называется обновленческая церковь на Украине. Журавлев Сергий, отец Сергий. Он бывший священник, но стал теперь архиепископом. Ну, никто его клоуном называет. У него не рукоположение. Я знаю. Знаете. Вот. И они на него напали и пошли, дошли до того, кто сервером заведует. И закрыли его там сайт. А я это в интернете узнал. Я скорее этого батюшке звонит. Батюшка, вы этих людей-то знаете? А их фамилию указано. Да, конечно, я знаю это. Ты, вы можете им позвонить-то? Да немедленно разблокируйте, что вы делаете? Так он вот, еритик, перед законом мы одинаковые. Вы что делаете? Вам его нельзя трогать никак-то. То есть теперь они покажут. Попы бесноватые. Они вот что делают. Они только с властями давить и давить. Я-то это испытал, я знаю. Он, правда, связался, позвонил. Они ничего не сделают. Но уже неделя не прошла. У этого Журавлева, кажется, 3 или 4 сайта открыто в разных странах. У него везде есть связи. Вы что делаете-то? И они на меня точно так же. А я когда сайт образовал, мне нужно несколько сайтов. Я сразу один же образовал в Америке. Другой сказал, где-то в другой части в Индонезии надо. Это и где-то. Ну вот если у вас Бог благословит так. Они подлые. Они меня давили и крушили везде. Вот из университетов, везде выгонять со школ. Но они в школу-то приходят. Они, говорят, Алапкин уже в соседней школе. И приходят, я уже в 10-й школе. Они воинскую часть. Они за мной, как за зайцем, волки лютые гонялись. Они, говорят, так он не у нас. Он уже в Оренбургской области. Самолет за ним прилетел. Они ничего не могут сделать-то. Они могут только гоняться. Это стая лютых волков. Деяние 20-я глава. Из вас самих, престижитеров, останут лютые. Бешеные волки. Самое злобное сегодня. Это люди, которые взяли на себя власть вести других. И в этом плане Александр Глебович Невзоров оказал бы ему огромную помощь. Но они не поймут. Они не нуждаются в наставниках. А им бы надо пойти записать все, что он против имеет православия. И выполнить возможное. И они бы эту погибель свою маленько отодвинули бы от себя. А так нет ничего. Они обречены вместе с паствой. Вот такая, брат, история. Ты меня вынудил сказать это. Потому что такая у тебя там клиентура, которая идет. Я их считаю. И смотрю, они никакие. Они ни одного слова правильно не могут сказать. Они ничего не считают, как и эгоисты. Пожалуйста. Они злые. Злые какие. А если отец-то из чего? И предлагаешь почитать. Вы почитайте, возьмите. А они что-то читают, когда видно и так. Ну вот я сейчас вам дал ссылку на мой форум. Как мы знакомимся, переписываемся с сектантом. Руководителем секта. Он кажется 12 лет у них там руководитель. И как постепенно. И все это, вся переписка. Я же все копирую. Вот сколько я в эфире лет нахожусь. Все выходы, я каждый день все заношу за определенный день. Как вот дневник веду. И мне легко искать, когда что было, какого дня были, когда мы расстались. И я всю переписку, как с мусульманкой, выставил. И с фотографиями. И это можно посмотреть. Я ссылку сделал. Вы тоже посмотрите. Это сгодится. Как в душе сектанта начинаются перемены. И как наконец он от них уходит. И как он идет к крещению, принимает полным погружением. Он нашел там в каком-то другом городе, поехал с сыном. Теперь сын ходит в приходскую школу. Жена рисует иконы. И все там выставлено. Скажите, вот пример. Вот вера издел. Мое православие, которое вы не признаете за православие. Его хватает вот этой смеси, смеси, там, старообрящества баптизма, чтобы баптисты делались православными. Неужели не показывает это самое радикальное средство? А вашего суперправославия не хватает, чтобы удержать уже готовых православие. Но это же разное. Они не примут это. Они скажут, что это заблуждение. Заблудился человек. Какой заблудился? Который в православие пришел? Ну да. Да как? Сектант пришел в православие, заблудился? Нет, а они скажут. Но как они скажут? Тогда они враги вообще, открытые враги. Они должны... Радость бывает на небесах. Писание говорит об одном кающемся грешнике. Он кается, что был сектантом. Принимает полное повышение. Вы видите, что они отвечают. Я бы, что какой-то аргумент не приводил. Они на все меня подрубают на корню. Дорогой, это твои слова. А тут ты покажешь конкретно. Обязательно им покажи. Я сделаю, если надо, ссылки. Вот он, следователь КГБ. Он обращается. Он теперь батюшка. Мы сидим с его паствой. Вот отец Геннадий в паств. Но он минонит, немец. Чего бы он... Пришел-то у неправославного в православие. Магистр богословия. Его книги по благослованию патриарха выходят. Там книга, одно оттолкование на песню песней. Я ее называю. Книга столетия. 800 почти страниц. Ну, почему через вас, через ваших миссионеров, эти люди-то не приходят в православие? Те, которые пришли, вы их признаете или нет? Так я называю маленькую часть. У них там непосредственно под патриархом есть мои люди. Я их боюсь называть. Они их съедят. Которые пришли от баптистов, где я выступал. Однажды у баптистов сразу 15 человек отошло. Которые готовились у них к окрещению. Они лгут на каждом шагу. Они Бога не боятся. Они надеются на батюшек. Что батюшка их там проведет. На суде Божьем, я зато узгородь еврея покажет на Моисея. А Моисей скажет. А я вам говорил, из вас самих вас ставят пророка, как меня. 18-15, Таразакония. И они опустят голову. Они будут пострамлены со своими батюшками. Они не понимают ничего. Скажите, а Серафим Саровский почему три дня и три ночи молился? Конкретная цель. Только о русских священниках, ахархиереях. Зачем он молился-то о них-то? Не о царе батюшке. Не о царском семействе. И наконец получает ответ. Всех до одного не помилую, не пощажу. Ни одного нету в России. Ни одного. Как он мог это перенести? Или что? Это выдумка? Это настольная книга священнослужителей. Третий том, 601 страница. Первая строчка сверху. Или что? Не по мозгам? По благословению патриарха Пимена. Не по мозгам, Игорь Тихович. Не по мозгам. Не понимают. Но их такими сделали священники. Вот представь себе один из примеров. Может я у тебя уже рассказывал. Сейчас не знаю, или читал ты. Прощенное воскресенье. Завтра начинается Великий пост. Наша община. Это в прошлое еще до этого акта о каноническом общении. Мы каждый год, каждый год. Мы всей общиной ходили в Покровский собор. Это главный, где архиерей служит. А архиерей вызывает священников. И там их больше 30 человек. Мы стоим всю вечерню. Дальше архиерей выходит. Просит прощения. Священники становятся в ряд. И весь народ идет. Идет по всем священникам. Наши люди не с места. Все стоят. Когда все проходят, тогда мы... Один за одним идут мужчины к архиерею. Они уже ждут, уже знают, что мы подойдем. Дальше идут все наши сестры. Все по форме, как они у нас есть одеты. По русской старинной форме. Проходят. Все до одной. То есть все мы просили прощения. Тут же поют семинаристы, и они нас видят, и священники. Мы выходим из Покровского собора, заворачиваем направо, в ту сторону ко мне идти к Аби. Ни на паперти, ни на крыльце. Мы уходим в сторону, напротив храма дорога, которая никому не продвижит. Выходят люди, и у нас написано, крестьянин один, народ, друг. Маленький спалец такой, напечатай, наш сайт. Люди подходят, знакомые мы им даем. Сразу подходят семинаристы и окружают. Вы чего тут раздаете? Я не раздаю, я в сторонке стою. А раздает Дубунов Игорь Владимирович. Вы его увидите здесь на наших занятиях. С бородой такой седой, он щес. Он по форме одетый, у него какая надо шапочка. Ну все, ну по форме одетый-то. Ему 45 лет, седая борода. Он инженер-геолог. Все время в тайге, лето. Подходит священник, семинаристы нас окружают. А семинаристам идти влево, туда, где они живут, где жареной рыбой пост питаются. Один подходит. Только что повторяю. Прощенное воскресенье. Это самый кроткий должен быть человек за весь год. Попросили прощения, ведения, неведения. Вместе с ними. На них это не действует. Они собой не владеют. В них уже сидит определенный дух ненависти. Это волчата. Волчары растут. Один подходит из них. А что ты с ним разговариваешь? Дай ему в морду. Он сын по возрасту. Повторяю. Напротив храма. На нейтральной территории. И он не знает, что мы раздаем. Что раздает? Раздает один человек. Квитки с указанием на наш сайт. Он не видел ни сайта. У него ничего нет. Но он знает. Ему надо выбиться в люди. Выбиться за счет кого-то. Я предатель. Я убийца. Вот этот, который там Дмитрий сейчас выступает везде. Им все время надо горячую тему. А тут же стоят наши сестры. Они говорят. Да разве же можно так разговаривать со старшим? Можно. Нас священник благословил. И вот то, что НТ его там где-то громят, майки срывают. Они благословленные. Они с Дмитрием Смирновым сидят за скамейкой, беседуют. Я это видел своими глазами. Это подлая шайка растет. Дальше подходит рядом поближе священник. К нему уже обращаются. Так это по вашему благословению. Вы видите, что они делают? Куда же это годится-то? Козел! Замолчи! Козел! Что такое козел? Это он. Семинарист говорит на того, кто сейчас вместе с ними просили прощения. Подходит-то. И вот когда мы сидим теперь в епархии, рядом этот их руководитель Максим Дмитриев, Московская патриархия, наш Евтихий Курочкин, мы беседуем. А на стенке у архиерея, видимо, висят там семинаристы в рамочке. Я догадался, ну это не двоечник. Отличненький. Это ваша фотография? Да. Ну, наверное, отличненький, да. Это ваш волчатник. Они такими не были. Я их знал. Это были нормальные ребята, там, комсомольцы, кто угодно. С ними можно было разговаривать. Вы такими их сделали подлыми, негодными. И он будущий батюшка. Они его протравливают, как труп Ленина в селитре. Они могут издавать только трупный запах. Вы скотомогильник сделали из церкви-то. Это я говорю при двух архиереях за их столом. Вы за это ответите. Через несколько минут я встану из-за стола и уйду. То, что договорились все снимать. Архиереи утром еще с секретарем переговорились. Да, мы сами будем снимать все. А пришли, нет, не надо снимать. То есть они боятся сами себя. Два архиерея, священники, благочинные сидят. И они все трепещут друг перед другом. Участь боязли их в озере Могнином. Вот Серафим это все видел. Они подлые и трусливые. Но когда случится какая беда, что интересно, священники, схи, схи монахи. Они прибегают ко мне, что делать? Архиерея заедает. Я говорю, ничего не надо тебе делать. Закройся, молись. Есть хоть одна прихожанка? Собирай людей. Ты же не запрещен, только храм сгорел. Архиерея теперь его душит смертно. А он пришел за человек-то через мое слово. Он был Анатолий, руководитель отдела антропологии в университете. И уже был сектантом. Я с ним один раз побеседовал. Он пришел в православие, Гальченко фамилия, Гальченко, если они сделают, и стал Матфеем, монахом. А теперь в схеме стал Агеем. И сгорел храм, и архиерея его смертно душит. И он ко мне прибежал и сидит вот здесь, в этой комнате. Ну, его один священник привел. И я с ним беседую. У него человеческое еще не все было. Умершлено. И когда с этими людьми беседуешь, нужно нащупать, где есть хоть маленькая щель, куда бы благодать Божия, и Дух Божий проник, они закрыты от благодати Божией. Они бесталантны. Я говорю, когда говорю, о, что угодно, но только нет. Как бесталантны? У меня с отличием диплом, я говорю, бесталантны. Потому что таланты от Бога, а не от бумаги. Вы не можете прямо говорить, вот, я говорю, вот, видите, пять. Вот Дух Божий дует, что это здесь самость, осуждение, осуждение друг друга. Вы осуждаете без подговора. Я не осуждаю, я не осуждаю. Я говорю вам, какими вы должны быть-то. Осуждать, то есть беспокаянно. Я вас еретиками даже не называю. Хотя большинство из вас такие. Дух Божий дует, он упирается в вашу самость, в вашу гордость, в вашу трусость. Он не может дальше. Вы должны сломить это все. И Дух Божий носился над водою. Я это нигде не считал, это мне показано-то. Дух Божий не может дать вам таланты. Не может. Вы глушите их. Вот почему. Перед Богом человек первый акт должен сделать. Первая ступенька, отвергнись себя. А чтобы с себя отвергнуться, зайти на эту платформу, надо узнать, кто ты и с чего ты состоишь. Вот это мнение людей, чему ты научен, оно с Библией не сходится. Ты должен ликвидировать, аннулировать этот акт подписи сатаною. Нигде никогда не говорить ложь. И поэтому те, которые пришли, благочинно, они меня там уже решили, без моего согласия, я единственная кандидатура из известных им тысяч и миллионов, которые может пойти к губернатору. То есть наступает момент, когда они прямо показывают, чего они могут и чего кто-то может. Вот и все. Они не бойцы. Они подпишут любой акт. Они будут венчать антихриста. Согласно предсказанию некоторых. Это страшные люди. Но среди них есть хорошее, хорошее. И главное то, что главное непонятное, что я признаю благодатность их всех. И к каждому подхожу под благословение, и у каждого исповедуюсь. Почему? Потому что я их люблю. Я хочу, чтобы они были исполнены благодатью Духа Божия. Чтобы они хоть раз смогли в жизни сказать, так говорит Господь. Вот в моей каждой книге, в каждом томе, я делаю три тысячи ссылок на Библию. Три тысячи. И пользуюсь 1173 жития. Они не могут пользоваться. Они не знают, кто-то сказал. И как правило лгут. Я открываю, какая страница, какое житие. 1173 жития. Это Бог дает. Это невозможно. Они тогда что? Они отрицать этого не могут. Сверяются правильно. А это ему сатана дает знания. Сатана дает знания, чтобы знать Бога, служить Богу самоотверженно. То есть они богохульники. Когда я сказал, что я работаю сейчас над темой, это 26 том у меня, над поэтами России, что поэты русские сказали за 300 лет 300 поэтов. Я должен 20 тысяч файлов был перед студентами. На каждый вопрос отвечаю. Шестью поэтами из разных эпох. И нужно стихотворение точно по тематике дать. У них, говорят, шарики разъезжаются. Это невозможно. Я знаю, невозможно. Бог это дает. 300 поэтов за 300 лет. Ты маленько вдумайся. И у каждого поэта это не одно стихотворение, а бывает и 200, и 300. И нужно по тематике шесть поэтов взять. И на каждый вопрос. Это 26 том. Да кто узнали, там, связанность литературы, они в библиотеке сметают эту книгу. Я наказываю о 26 томе определенно. Ее не давайте на дом. Она никогда не возвращается. Пусть они напишут такую книгу. Поэты известные, открытые. Но я так, после каждого поэта, плюс тому, делаю выдержку из священного писания, что говорит об этом, о чем он сказал. Главная выдержка из всей Библии. После каждого это шесть выдержек. А свое-то чуть-чуть только показываю. Мое-то фактически нет. Андрей Кураев правильно сказал. Если бы я говорил омничьем, они бы меня не жуя, говорят, проглотили и выплюнули. А я им как-то сказал, говорю, знаете, есть такая птица, это «Легенды и вымыслы Востока», называется так книга. Когда она, я говорил, вот она, дятел долбит, там кузнеца, у него шишки. А это птиц съедает где-то, там других, а кости бросает. А когда есть нечего, она прилетает туда, эту кость берет лапой и примеряет задний проход, пройдет или нет, когда на выходе. Она проглотит. Я говорю, вы на меня как бедите, так сначала подумайте, а то я могу застрясть у вас внутри-то. Проглотите или не проглотите? Я очень костистый. Как наше архиерея приехал-то, я думал, как я с Игнатьем буду ладить-то? Это наша община. Приехал, он меня ищет, со мной разговаривает и не может поверить, что это я. Я говорю, столько ласки, сколько внимания, встретил, а сидит этому епископу, говорит, вам его никогда не победить, он супер православный. Это говорит епископу Московской Патриархии, за их столом епархии. Мы, говорит, как-то ехали, у меня голова замерзла в шапке-то. А он, говорит, снял свою шапку, вот такой остался, так сказать, мороз не берет. И на мою шапку свою шапку надел, у него голова-то, говорит, какая? То есть они меряют по-своему. Да какая голова? Я в армию полгода один раз сходил, не могли найти фуражку. Ну а какая вина? Таким меня мать родила. Они не знают, как привязаться. Они исследуют меня уже на физиологическом уровне. Ужасно. Я говорю, первая ступень отвергнись в себя, а вторая возьми крест. Крест это страдания, мучения, поношения. Вы меня поносите, это мой крест, это благодатный крест. Если бы я ничего не значил, волки за мной бы не гонялись, и меня не хватали. А вы гоните целыми стаями. В это время прихожане от вас отдыхают, пока вы на мне тут зубы тощите-то. Я всем прихожанам вашим благо-то даю-то. И вы в конце концов понимаете, когда начинается голосование за мой смертный приговор, вы в это время уже более обмякли, как павшие с неба демоны. Они среди людей-то живя тоже, говорит, маленько обмякли, в домовых превратились. Им не нравится, когда я говорю, а вы делаете это дела дьявольские. Вы крещете. Вы знаете, что этого нету за мной? Нету. К них-то сколько? А у вас сколько цензоров-то? Ну, сядьте там, где у вас есть, в Синоде, и вызовите меня, оплатите дорогу. Я приеду не один, приеду с перевозчиком. Я плохо слышу. И конкретно по моим книгам. Но только во свете Библии, как названы у меня все Библии. В каждой книге я ссылаюсь 3000 раз на Библию. 3000 выдержек из Библии. Вы покажите такую мне книгу. Вот у меня куплет. 4 строчки. В каждом стихотворении 9 куплетов. 36 строчек. Напротив каждой строчки я указываю место из Святой Библии. Откуда взята эта мысль. 36 раз надо открыть Библию. Вы такие стихи найдете в мировой литературе. Их не было и нет. А сейчас уже некоторые начинают так писать. Но Павел говорит, вы являетесь начатком Ахайи. Стефанова. Мне первым Бог дал это. Почему? Я люблю Библию. Люблю ее до самозабвения. И поэтому я ссылаюсь. Не мои это мысли. Вы можете их от таких-то стихотворений 3467. Ни два, ни три. Хотя я не пишу это все в прошлом. Они почти все написаны за 9 лет. Между делом. Ну покажите мне, что вы. Я покажу из дел моих. Почему? А это обильная благодать во мне. И когда я прошу Господи, удали вот этих клеветников. Он мне отвечает. Довольно для тебя благодати моей. Это жало вплоть от сатаны. Это награда моя. Они-то не знают, почему. Господь меня утешает. Радуйтесь и веселитесь. Когда имя ваше понесут как не угодно сыну человеческому. А что я ему угоден, я это испытываю. Сегодня ночью испытал еще раз. Маленький пример. Вы вчера наш ролик не смотрели? Смотрел. Смотрел. Вот Володя идет на работу. А я ей говорю, Володя, вот кошкам-то даем. А ни рыбы, ничего нет. Они с нами пастятся. А что-то надо где-то отходов-то достать каких-то. Я ни копейки на кошек не тращу-то. Ну, варите маленько, хоть заливать, хоть уходь-то. Я сказал слова. Эти слова, ну, просто сказанные. Перед Богом мои слова просто сказанные, не просто слова. Володя только ушел. Встук в дверь. Приходит этот самый Игорь Добунов, который только что вернулся из тайги. И он приходит и приносит кулек с отходами рыбы для ваших кошек. Я говорю, а почему ты пришел-то? Не знаю, я вот решил. Вот и ответ. Я только подумаю, только скажу. Вот я такой человек, я говорю, надо позвонить, но он в Америке. Это дорого стоит. Ну, он не звонит уже полгода. Я еще не закончил звонок. Поднимаю трубку, он как раз звонит. А почему подойдет? Да не знаю. Прям такое желание вам позвонить. Пусть они покажут, где у них Господь с ними рядом и действует вот так. Где? Я это могу сказать, это не выдумка, у меня свидетели есть. Я ничего не придумываю. Как вот спонсировать издание книг у меня было. Каждая книга это чудо. Вот одна из книг у меня была, сейчас я могу не назвать ее какая, но где-то уже около 20-го тома было. Я сижу дома. Вам это сгодится. Но я сказал, мне нужно 61 тысяча 500 рублей остаток выкупить. Я предоплату уже сделал. А книга выходит, завтра я должен уже в типографию отдать деньги. А денег-то нет. Я обращаюсь ко всем, помолитесь. На откуда ждете, понятия не имею. Звонок. Ну, а у меня тут получилось, приехали за книгами, которые купили. У меня получилось, осталось 50 тысяч. Вот. 11,5 тысяч у меня уже найдены были за этот день. Звонит одна душа и говорит, а вы 40 тысяч возьмете? Я подумал, мне-то нужно 50, а она 40 дает. Женщина, женский голос. Я говорю, звонок по моему мобильнику. Вот он у меня еще целый, даренный мне. Вы дома? Звонит главный банкир Алтайского края, управляющий Сбербанком Алтая. Песоцкий Владимир Филимонович. Я за вами машину посылаю. Вот тебе на. Ну что, я выхожу. А у выхода у меня растет миндаль. Куст миндаля. Он только растет, он быстро расцветает и быстро облетает. Но и засветет, как миндаль засветет. Это у Клесиаса написано. Миндаль означает символ бессмертия. Я решил, три веточки сломил, в сумку бросил. Взял книги новые, которые я себе к нему поехал. Он все книги у меня берет. Он спонсор. Как спонсор? Он не деньгами, а помогает, выводит меня людей, которые ему там должники. И говорит, нужно помочь. И они помогают. Но меня интересует, что кто муки даст, крупы, макаронов. Ну я зашел, а у него огромный приемный документ. Два секретаря сидят. А у меня три веточки. Я каждый по веточке подарил. И говорю, это вот миндаль. Ой, понюхали где. А у нас сегодня тут народу много будет. Ну я говорю, вы скажите. Он зашли, сказали, он меня зовет. Я захожу, у меня одна веточка. Я ему показываю веточки. Так у меня, говорит, день рождения. Это у меня. День рождения. А банкир со всего края съезжается его поздравить. И у него там толпа. Толпа. И я, лапотник, сижу у него. Никакой. А он книгу-то мою открыл. И считает, сидит, считает. Я говорю, Владимир Филимонович, я... Да отстань ты от меня. Тут я такое нашел как раз про финансы. Да я-то живой перед вами-то. То есть он что нашел, это дороже моего присутствия. Это как раз мой вопрос. Это что, чудо Божье-то? Да я говорю, у меня тут затруднения. Ну, по лагерю там муки и прочее. Вы уже указали, где дадут мне. Он позвонил и тут же отдал одному из своих помощников. Говорит, ну, чтобы довели до конца, проверили, завезли куда надо. У меня помощники такие хорошие. А мне говорят, почему вам евреи-то помогают? Да потому что я с евреями дружу. Евреи хорошие, говорю, люди. Это удивительно. Я не знаю, что православные книги ваши есть. Вы же там против евреев, говорите. Я говорю, они первые мои книги читают. Первые. И против евреев там ничего нет. А за евреев я говорю, что не надо такими быть. Вы ничего не понимаете. Вы отравленные. И он, я говорю, нужно денег. Он ничего не говорит. В лазер положил книгу. А там секретарь заходит, говорит, там столько собралось людей. Подождут. Он шофера вызывает. А у них там ходы все запечатаны. И один черный ход, там тоже часовой сидит. Так, отвезите его домой. В этот день он у меня будет во дворе еще приедет. Так, подождите-ка. Он залез там в шкаф, там свои карманы. Лазит что-то. Смотрит, вытаскивает по пять тысяч деньги красненькие. Он ложит одну за другую мне. Ну, это вам пока. Я эти деньги в карман. Ну, что там, не буду же пересчитывать. На дреному коню в зубы не смотрят. Дома просчитаю ровно пятьдесят тысяч. А это что? Не чудо боже? Пусть они покажут. Такое чудо. Вот он приехал, мы с ним ходим здесь во дворе. Говорит, в моем дворе. Да это вообще, это за счастье любой руководитель города посчитает. Вот, я говорю, знаете, когда я дам сигнал, Владимир Филимонович, я сразу отключаюсь. А вы тогда позвоните мне. А почему? Я говорю, так платить надо, а у вас-то, наверное, бесплатно. Как? У вас не на что звонить? Я говорю, нет. Да как же так? Он в карман полез, десять тысяч вытаскивает. На телефон, на мой телефон дешевле-то. Я их на книге, конечно, пустил, я не звоню. Это чудо божье. Приехал ко мне как-то директор ликероводочного завода, он помогает для лагеря. Бывает там сахар или чем-то. Его Роберт Робертович Пальталлер. Я говорю ему, вы же такое дело делаете, людей отравляете. Он говорит, так я же казну города наполняю, ликеры водочные. Я говорю, ты ад наполняешь. Сколько же спилось людей-то вы за это ответите. Вы водой торгуете, а не водкой-то. Ну, поговорили, он уехал. Я осенью приезжаю, разговор первый, он говорит, вот вы мне напророчили. Меня же, говорит, сняли. А он, у него, я посчитал, похвальный грамот в рамках 78, кажется. То есть, очень-очень известный завод-то. А его вдруг сняли и поставили директором водоканала. Водоканал, он сейчас вице-президент или как его называют, вице-глава администрации Горной Алтая. Я называю фамилии, имена. Эти люди-то не церковные, они не боятся, что я назову. А если я назову кто-то приближенный к священникам православным, они со страху умирают. Попы меня убьют, они меня задушат, они со мной вот то-то сделают, они мою жену выгонят. Они уродуют души людей, они даже не понимают, что они делают. Они из людей плодят новую когорту трусов, предателей, подлых. Они за это ответят. Но на мне они, ну, Кураев-то он, что он, он же не смехом это говорит. Он дважды сказал, я завидую ему, а что завидовать-то? Только то, что я предоставил себя целиком в распоряжение моего Господа Бога. Давай, говори, Сергей, а то я тебе не дам говорить. Я тоже по поводу формы, там, их высказываний. Я-то, и она мне говорит, ну, ты меня, типа, не убедишь ни в чем. Она ей пишет, я по большому счету, не тебя убеждаю, а людей, которые будут читать, наши десятки там читают, но они молчат и ботают себе на уст правильно. Это у нас показательные, она думает, что я с ней только ващу, а идет на всех людей. Ну, а когда она говорит, там, ужас, там, или Андрей еще сказал, а вы конкретно покажите. Он должен был конкретно показать, где что. То есть для него это ужас. А я показал, ужас нападает тогда, когда попадает Слово Божие. Там, я ссылку сделал в Священном Писании, книге царств, когда царь пришел в ужас, так мы вопреки Слову Божию живем. На весь Израиль ни одного писания не было. Нашли случайно, там под золотом копались, заваленное. Это как народ-то, куда? А люди шли, батюшка, благослови. Я все переношу как бы на то время, на сегодняшнюю экстраполяцию событий называется. Вот и все. Библия сделайте вашей настольной книгой и руководителем вашей жизни. Любите меня, Господь говорит, соблюдите заповеди мои. А вы заповедь-то не знаете. Не знаете. А заповедь его наипервейшая, самая первая заповедь. Любите друг друга. А любить друг друга, это значит заботиться о их спасении. А о спасении можно заботиться только по Слову Божию. Они не любят людей. Я говорю, со мной этот так называемый богослов Лебедев, Лев, спорил. Он в зарубежной церкви был. А он в московской патриархии там был. Ну, он нападает. А я ему говорю, вы так говорите, вы не любите ни людей, ни Бога. Он сразу смех и говорит, да, действительно, мы не любим ни людей, ни Бога. Вы виновны против первых двух заповедей. Ты не можешь ближнего любить как самого себя, потому что себя не любишь. Бабушка любит внука. А как любит? Спи дольше, ешь больше. Все. И это только так. Ты ничего не делай. Ходи на исповедь. Ходите неленостно. Больше ничего. Посещайте богослужения. Чаще на исповедь, чаще прищищайтесь. Вся проповедь кончилась. Потому многие больные, немало умирает. Если бы я сказал, что я сегодня перехожу к баптистам, или я бы умер, священники бы с водосвятия молебно заказали. По всей России, наверное. Радовались бы. Но я живу. И зачем я живу? Они мне исповедуются в том, что они делали неправильно. Приходят, я вот говорил, меня натравили, я сказал, меня прости. Я говорю, знаешь, поговорка у русских, наплевать да забыть. Я этого знать не знаю. Ты мне награду делаешь. Я из твоих уст, как протопопа вакуум, благодать видел. Ты меня поносишь, мне награды. Ты это знаешь или нет? Что это несправедливо, когда поносят вас. Я радуюсь. Я не специально нарываюсь, чтобы меня поносили. Я не Дмитрий Тетантео называется. Я просто говорю, слово в вас не вмещается. И вы поносите, это не мои слова. Вот Андрей правильно сказал. Считаю десятки страниц о расчленении мощей. Это не его, говорит, это выдержки из Писания, из святых отцов. Он умница. Он сразу сказал. Им никогда не опровергнуть это. Они даже после, будете сказать, мы антихристы. Больше ничего у меня остается. У меня тут был один, сейчас он преподаватель. Или даже, даже он не просто преподаватель вместо семинария, а катехистического отдела имеет. Отец Сергий, Фессун, фамилия его. Ну, хороший батюшка, просто хороший. Но он же в патриархии, то он не может быть другим-то. Ну, а крест этого лбы мочит. Наши люди подошли к нему. Я говорю, вы сходите к нему. Он хороший батюшка-то. И дайте ему наш материал о крещении. Это к Истинному православию, в книге там он у меня есть. Потом к нему пошли второй раз. А что, Игнатий, ну щипал там разные места, выдержки-то. Я могу из этих же книг набрать такое, что против того, что он говорит. Скажите ему. Я тогда снова людей посылаю. Я говорю, вы снова подойдите, скажите. Отец Сергий. Игнатий ответил так, что если вы все просчитали, и на основании этих книг найдете против этого, то он сказал, что вы просто антихрист. Он сразу говорит, да я и не считал, что вы дали, я просто так сказал. То есть он испугался. Вот и все. А они, как деятели профсоюза, любят много говорить и ничего не делать. Вот они посылают священника, священник посылает семинаристов на столбах срывать мои объявления, что открывается детский лагерь, которому 41 год. Без помощи государства. На свои деньги. На спонсоров. Тысячи детей, чтобы было интересно, красиво, без аварий, без отравлений. Ну и поймали наш сильный такой человек, богатырского сложения. Поймал его, он соскабливает стоит, со столба. Он говорит, ты что делаешь? Я тебе вот заворотник-то возьму, а в столб сейчас брякну. Ну, батюшка послал это и пишет ересь. То есть лагерь ересь. То есть они сумасшедшие. Ну и все. То есть они за мной гоняются, даже не вообразить как. Для чего? Они не могут быть другими. Лютые волки. У волка сколько ты его не трогай, его-то трогнуть-то нельзя. Я одного спрашиваю, ну вот волки переоделись в овечьую шкуру. А как ты их узнаешь? Он говорит, очень просто. Я говорю, стою в дверях, по одной овечке пропускаю, и каждую прутиком хлещу. Ну, а что овечка? Она, говорит, сгибается и бежит дальше. А волка хлестнут. Он овечь и шкуру. Я же не знаю, что волк. Он сразу зубы ощерит вот так и все. На хуторе близ диканьки-то. Как он узнал-то? Когда ловить кого-то надо. Обыкновенно это русалки просто ловят. А которая хищница, она когти распустила, они у нее вылезли сразу, как в адвокате дьявола. С ними разговаривать надо на их уровне? Можно, конечно. Но я знаю, когда они приходят к раскаянию. В священнике. У меня было двое сразу вышли перед народом, и давай каяться, что мы только ради своей амбиции, вот этот дикий поповский снобизм задушил нас. Мы Бога не знаем. Стали как исповедовать их. И сразу объявили, что прищищать не будем в течение всего Великого Поста, только на последней неделе. А за это время на исповедь можно приходить. Принести все молитвы, какие вы считали, лечили людей, бабки-то, шептухи. Я говорю, половина из вас ведьмы. Кого вы прищищаете? Так он показал от полу на расстоянии метра. Две кучи вот таких стопок принесли бабки-то. И тогда мы вместе вышли во двор и сожгли город Фрунзе. Два священника. Один Грошев. Это он теперь югумен, кажется, в этой. А другой отец Владимир Цветков. Я называю имена. Город. Они вышли и покаялись перед народом, что не знают Бога, и народ ведут не туда. У них началось сразу движение вперед. Вот что нужно. Я имею факты, что Слово Божие живо и действенно. Это вы не слыхали, сейчас это самое вынесли тоже на суд этого Максима Степаненко? Да, считал. Хотят они его убрать, это патриархия отмазывается от него. А вот это делать нельзя. Они делают не сами, а давление сверху этого делать нельзя. И давление это несправедливое. Я сказал, что он что сказал. Моя ошибка была в чем? Я думал, что он священник. Они могут запретить его. И я тут одному священнику, знакомому сказал, вы утешьте его. Он сказал правильно, это слово не ругательное, оно в словарях Дьяченко. Оно в Библии написано под строком на слове, там на Б. Его сделали как бы ругательным. Это не так. У него нужно было только, может быть он говорил, я не имею права о нем говорить, я все о нем не знаю. Но, ну не, как этот, Смирнов Дмитрий говорит, так мать-одиночка была мать Анфуса у Яна Златоуста. Ну не об этом же он говорил. Он говорил тех, которые одинокие и сами пошли блудом нажили на дискотеке или где-то. Он об этих говорил-то. Что он, сумасшедший что ли говорит о Златоусте? Это они приписывают ему. Он сказал правильно, другого наименования им нету. Никакого причастия им нету. Это дети блуда. Если они сделали будущие некрещеными, но эти-то Б, кого он называет, это ваши прихожане. Они все крещеные, по-вашему-то. Вы что делаете? Это кого вы называетесь? В таком случае ты отец этих Б. Повторяю, его нельзя трогать. Он сказал это. Ему сделать только замечание. Вы более пространны, сделайте объяснение, что вы хотели сказать. Больше ничего. Его нельзя трогать. Они за это поплатятся. Повторяю, его нельзя трогать было. Этого Максима. Он никого не трогал. Что он правду сказал. Он сказал правду. Ну, а почему ты заступаешься за него? Да и не за него, за справедливость. За истину. Вы-то по углам-то шепчетесь. То же самое говорите. А он смелый, он сказал это. Где-то он не так делал. Ну, это не так-то, не в строку. Тут-то он сказал правильно. А они тогда все, сами попы будут теперь инквизиторы разыскивать. Как Иосиф Володский. Говорят, церковный Сталин. У Кураева, у Кураева есть минут 15. Он про это слово, он даже целое высказывание делает, что это церковно-славянское слово, что оно употреблялось, и прямо в храм оговорили его это слово. Ну, я же его посмотрел. А потом статью о нем пишут, что он разврат такой ученик. То есть тут такое, в двух смысле такое. Так это беседует. Там где-то перед, не знаю, как называется, к барьеру, и как называется эта тематика у них. И один там на другом, прямо ей говорит, да вас, бэ, и то другое. Она соскочила, там драться, кидается на него, вот так вот. А видно, что если нет, тебя это не трогает. Вот мне иногда говорят, обвинения какие-то. Ну, а бывает, человек рядом стоит-то. А я так обернусь еще, а вы про кого говорите? Да как про кого? Про вас. О, я думал, про кого-то про другого. Так этого нету совсем. А вот если вы сейчас, не сойдя с этого места, не докажете, то, что обвинение мне даете, то именно вы такой и есть. А почему? Второзаконие, 19 глава, 19 стих. Если обвинитель не докажет, что говорил, то эта статья падает на него. Они не знают Писание. И это же есть в канонах церкви, что если кто-то обвинял в чем-то и не смог доказать, он теперь ответственный по этой статье. Именно по этой. Вот они обвиняют меня, допустим, в ереси. Доказать нет. Все это еретики. Они уже априори, то есть заранее еретики. А я их не обвиняю, я просто говорю, что попы изуродовали их души. Как я Максиму сказал. Эти ребята были не такими. Вы за это ответите. Вы сегодня уже уголовные преступники. Представьте, скольких людей вы перепортите. У меня один знакомый. Знакомый-то так просто. У него отец священник, отец Олег. Ну а этот-то через него к нам. И учится в семинаре. Видимо, неплохо закончил. Ну и мне пишут. У меня, говорит, сейчас идти на приход или в академию. Чего вы мне посоветуете? Ну а тогда были письма. Я пишу. Обязательно иди в академию. По крайней мере, ты портить старух на 4 года позже начнешь. А он перед этим только был в ресторане. У него до... Кто там? Девушка она или Б? Миля. А он семинарист заканчивает-то. Ну и какая-то драка возникла. А он бойцовского характера и одному щелюсть сломал. Его стали искать. Он где-то там под котла... За котлы спрятался. Потом описывает мне ее. Это батюшка, батюшка. Без двух часов батюшка. Вот так. Чего спрашивают-то? Я говорю. Зачем же ставить это? Это два занатые. Канун запрещает. А некого больше. Да почему же некого-то? Как это так? Некого. Почему у сектантов такой вопрос не стоит? А вот вы говорите. Нельзя до 30 лет ставить священники. Почему я говорю-то? 14-15 правила. 6-й Вселенский Собор. Вы признаете? Ну считайте. Он должен быть извержен. Запрещен. Ну а тогда некому служить. Так и некому. Потому что вы желторотами все заняли и все. А которые пришли в 30 лет. Любое правило не имеет. Ну любое возьми. Просто сказано. Ни лги. И больше ничего. А тут написано объяснение. Ибо и Христос вышел не ранее 30 лет. Вы выше Христа лезете. Семинарию заканчивают. Там 21 год есть. Бывает меньше. И его уже там иеромонах, и благочинный. Ну батюшкина пропавшая рука там ладаном продвигает другого. У меня был такой в армии служил. Вот. И переписывали. Хороший парнишка. Вот мне надо. Вот батюшка знакомый один. Ну такой провинциальный городок. Надо быть священником. Вы мне еще посоветуете. Я говорю. Ты сам смотри потянешь или нет. Надо же быть искренним. Надо быть самоотверженным. Не жить, как живут олигархи-то. Нужда народа твоя нужда. А батюшка, когда узнал с Игнатием. Ух. Да ты что делаешь? Да ты забудь. Ты от него письма получал. Тогда еще книг не было. Да. Уничтожить все. Его не надо. Ну он с батюшкой его взял под полный контроль. Он говорит. А что мне делать? Он меня спрашивает. Я говорю. Как батюшка говорит, так и делай. Я же не отвлекаю его. Батюшка научил его выпивать. Теперь он по дворам ходит, встанет на колени и прихожан просит. Дай тебя похмелиться. Где-то упал в колодец и утонул. Как козел у щукаря. Они ответят за все. Ну главная задача. Оторвать от Игнатия. Чтобы он не слышал. Я говорю. Так вы не от меня же отрываете. Я же свое-то не говорю. Я показал правила. Вы отрываете их от 6-го Вселенского собора. А там 630 учителей, епископов. Самый был массовый по епископам. Они ничего не знают. И поэтому Кириллу, патриарху, ничего не сделать. Ему нельзя сделать. Потому что делать начинать надо с себя. У них программы нет. Программа должна быть очистительная. Согласно Библии и канонам церкви. А этого они сделать не могут. Они Библию не знают. Каноны в глаза не видали. 70 лет не издавали. И те годы я ни одного священника не встретил. У которого были бы каноны. Меня вчера спрашивают. А симфония на каноны есть? Это 7 вселенских, 9 поместных и 13 святых отцов. Да, есть. А вы, говорят, составляли? Да, я составлял симфонию. Легкий поиск. И что составили? Составил. А почему ее в интернете нет? Да потому что я ее удалил. А почему? Потому что когда открылись двери зарубежной церкви. Оказывается, видимо, епископ Грабба. Там ее сделал. Я посмотрел ее. Она у меня есть. Дарственная. Дарственная с большим текстом митрополита Виталия. Не каждому же он это писал. И я признал, что она уже издана. И мне не за чем велосипед изобретать. Она ваша более обширная. Я на это не смотрю. Это и достаточно. Вот сейчас я вчера уже звонил. Кто может отсканировать так, чтобы в Word перевести. Я ее выставлю. А по симфонии-то искать легко. Какое правило. А мы слышали, что вы на симфонию на 12 томов Златоуста составляли. И я это составлял. Ну пусть кто-нибудь батюшке покажет, кто составлял симфонию на 12 томов Златоуста. Они в глаза этого не видали. На 12 томов. Я посрочно должен знать. 12 томов я фактически на 6 раз прошел их. Вот так слову сказать. Пусть они в обморок не падают. Я составил симфонию. А где она? Но оказалось, что она уже тоже готова. И я свою отстранил. Велосипед не изобретаю. Но ваша полнее. Нет, моя была более скудная. Я нашел это, наверное, страниц на 200. Моя более мелкая. И я сразу же признал, что их лучше. Теперь надо только отсканировать. Я никогда не возношусь. Я даю на рассмотрение. Я издал симфонию на неканонические книги Библии. Но такой больше нигде нет во всем мире. Моя лучшая. Поэтому я ее издал. Почему лучшая? У меня там 13-14 главы Даниила. Отсутствующие в синодальной книге 105 стихов, которые только в Ульгате есть. Третья книга, Ездра и седьмая глава. Кроме того, моя симфония в 1,85, почти в 2 раза, полнее, чем которые издавали они. Тем более у меня падежи, глаголы в один, глагол в один падеж. А у них иду, шел по разным местам. А человек-то не знает. Я помню, что там в движении было. Или порог, порога, порогу. И в разных местах у меня порог. Я помню, говорит, найдешь мудрого человека, то как-то там про порог сказано. Найди порог, и написано, и стирай пороги до моего. Моя симфония лучше. И лучше моей имени издать никогда. Я мало того. Так они лопаются от злости. Как можно себя так превозносить? Да в том-то еще не я. У меня ничего нет. У меня нет ни образования духовного, ничего. Это делал Господь через мои руки. Нет. Да, помогали, как написано, группа разработчиков, которая по электронной версии, и делали мы ее немало. Но перед этим, вручную, я один на пять книг сделал. Симфония на них. Пять книг вручную. И вы понимаете, что такое? Двадцать человек пять лет делали каноническую. Двадцать пять умножь. Сто. Я один. И в течение года это сделал. Но когда уже возможность была по электронной версии, я сделал не на пять, а на полные одиннадцать и с неканоническими книгами, с молитвой монасты. И теперь эту книгу у меня запрашивают, мы ведем занятия, нам это необходимо. А я сразу сто экземпляров подарил. Бесплатно приехали. Библейское общество. Бесплатно ее раздают. Это мой труд. Я покажу тебе веру из дел моих. Так это я частичку беру того, что... Так это невероятно. Невероятно. И отсюда вы легко даже и признать, что делал не я. Вы же сами сказали невероятно. КГБ сказала, невероятно, что вы один оказались. А Москва думала, несколько отделов трудится. То, что я издал на пленках, архипелая ГУЛАГ, трагедия русской церкви, двадцатый век христианства, а гонение где-то. Это невероятно. И пленками, тысячами экземпляров наполнит Россию. Мы думали, оказалось один человек. Не один. У меня целые коллеги-братьев. Ну, конечно, мозги мои были тут. КГБ ввел меня в заблуждение. Это может понять только тот человек, который работает много. А человек, который с ним отработал, перешел телевизор смотреть, это не понять. Я вот недавно у нас умерла одна схимонахиня. Она была, до этого монахиня, игумене Варвара, игумене над монастырем. А в миру она была Шишкина Раиса Владимировна. Ну, о ней репортаж такой. Газета в виде журнала выходит. Ипорхиальные ведомости. Называется Алтайская миссия. Она не полная. Не полная эта статья. Почему? Потому что они не говорят, как она оказалась в православии. Она в московской патриархии оказалась в моем доме. Это сказано не где-то о книге для Слова Божия нет уз. Ее подпись, это в моем деле, подшивка и прочее. Тогда одновременно, вы, которые вам будут говорить, вот скажите, вы такое еще слышали, чтобы одновременно в доме, я не был даже тогда еще и щесом, я сейчас щец, то есть ефрейтор. И 32 человека пришли. Я их должен был обиходить. Их звания утвердили здесь. Они так и остались. Потом стали игуменами. Это в моем доме. КГБ сразу узнало. Дети вышли из подполья, как пензенские. Дети стали ходить в школу. Родители получили паспорта. Вернулись в нормальной жизни. В моем доме. Я не говорю про сектантов, баптистов. Только это невозможно сделать. Я беседовал с одним человеком. Она у них в авторитете. Бакланова Антонина Георгиевна. Такая жизнь, изгнанная из дома. И она трудилась. И она написала своим в Тамбов. Оттуда ее очень любят. Сразу отправили троих выручать. Трое приехали, остались. Эти сообщают, мы теперь ходим в патриархию. Мы признали, что это настоящая благодатная церковь. Те срочно посылают еще пятерых там из другого города, там из Орла, кажется. Те приехали, все до одного остались. Ну и все, тогда остальных они видят, деваться некуда. Все перешли. Человеческими силами можно это или нет? И это все у нас осталось в записи на магнитофон. Тогда другого не было. Как? А он волшебник. Это я волшебник. Он гипнотизирует людей. Он у знаменитых гипнотизеров учился. Ну а дальше уже только на ворота идут. Ну я говорю, а почему на вас там мой гипноз не действует? Вы совсем никакой. То есть такие глупости. Ну вот возьми один из примеров. Олег Стеняев, очень известный. Мы с ним встречаемся, он ко мне приезжает в лагерь. Я говорю про Стеняева, миссионера, который меня назвал наиболее успешным миссионером. Это его отзывы. Он даже не расположенный ко мне. Я даже не знал, что он ко мне не расположенный-то. А что, патриархия его таким сделала? Он перерукоположился. То, что у русанцева Валентина был рукоположен. И он где-то был, сейчас я могу не так сказать, Караганда или Кемера, где-то вот дух. И он им что-то начал говорить там. А они его послушали, говорят, вы неубедительно говорите. Вот мы знаем человека, вот это говорит. Когда он говорит, подняться нельзя с места. Он как-то был, говорит, баптистов, приезжал здесь, он был у нас, говорит, здесь. А нас предупредили баптисты. Если он будет говорить, вы только вставайте, иначе вам уже не встать с места. Ну и, говорит, мы это помнили. Когда стал говорить, мы хотели с женой подняться, попробовали, и не могли встать. Вот так. А вы знаете, где он живет? Они, говорят, знаем, где-то в Барнавуле. Меня называют Лапкин и Игнатьев. Это отцу Олегу они говорят. А он говорит и сам смеется. У него и смех еще бывает. Если-то по совести взять, сейчас бы не было на них никакого давления, сказали, ребята, не бойтесь. У меня была самая большая паства. Если бы я хотел организовать, ну вот как вот сектанты образуют общины там и против там, я бы образовал минимум 444 общины уже в России. Новая секта. Но я ни одному человеку ни разу, нигде, в 444 городах, где мои книги находятся, не сказал куда-то идти. А всех до единого, повторяю, в 444 населенных пунктах, городах и районных центрах, всех до единого. Я направляю только в храмы Московской Патриархии и только к архиереям местным, чтобы открывали храмы. За это они ответят. Пусть они найдут где-нибудь, кто бы их врагом был и вел бы сюда людей. И снабжал бы их паспой, Евангелиями, Библиями. Они не могут этого сказать. Не могут. Поэтому я в этом вопросе конкурентов не имею. В этом вопросе я снова начат Ахахаи. Вот так, мой дорогой. Вы бы им многое могли сказать, но им это не надо. А они боятся правды. Им не надо, да, не нужно. Им Христос не нужен. И народу это нравится. Нравится, что они любят. Они не любят Христа. Знаешь, Христос говорит, славу друг от друга принимаете, а славу от единого Бога не ищите. Вот какая фраза. А не надо искать славу друг от друга. Не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Я говорю правду. Но я не из тех, которые... А я правдолюбец, я все скажу. Я говорю не сразу. Мне иногда говорят, вот вы были здесь, мы вас привезли, мы думали, вы их обличите, скажете. Я не могу этого сказать. Почему? Они не созрели. Я им сказал только то, что они могут воспринять. И вы это знаете. Абсолютно точно знаю. Почему? Мне Бог говорит. Вот этому человеку я могу все сказать. С этого нельзя трогать. Он умрет от страха. Другой будет только поносить. В интернете я кое-что выставляю. И на меня нападают. У меня же разные тут приходят. Я ни одному не отвечаю. А зачем? Это его путь. Это в сосуде... Есть, говорит, сосуды в низком употреблении, в высоком. У меня другое предназначение. Я предыдущий Бог. У меня такое назначение нести поношение, скорби, знать истину, возвещать ее и скорбять об этих людях. Вот этот Дмитрий Томантео, он на меня мгновенно поднялся, на Кураева. А меня это не касается. Я сразу его включил в свою молитву. Господи, жалься над ним, не дай ему погибнуть. У него такой характер горящий там, или он провокатор, его называют. Я не знаю, но он похож на меня. Он похож на меня. Но ты мне открылся, а ему нет. Жалься над ним. Я могу только плакать о нем, он хороший. Андрей Кураев сказал, я сразу исследую, почему он сказал. Я его знаю предшествующий путь. Он прямо говорит, Игнатий меня тоже там несет по кочкам. Но он не сказал, где и почему. Если он говорит, что потоп был ареальный, там только Нил затопило или прочее. Я говорю, самые высокие вершины потопные. Я говорю, тогда ищите Евангелие от Кураева. Я что сказал, я поношу его или нет здесь? Я по-другому-то не говорю. Я вот увидел глаза у семинариста, он уверовал от глаз семинариста. Я говорю, у него рождения нет, а Духа Святого-то. А умница-то какой-то. Такого человека потеряли. Ему рядом нужен руководитель, референт. А он патриарха-референт. Я его где-то как-то осудил. Я недавно говорил, я говорю, Андрей Кураев, да баламут кто? Я семинарию там кончал у него. Да как же вы можете говорить? Это профессор. Это такие ему знания большие даны. Да они его поносят. Он самый поносимый среди тех, которые... Ну, кого вы знаете, я назвать не хочу, потому что они умрут от страха. Я все время должен смотреть, примут, не примут. У меня как-то интересно, а я же в дневник записываю. Я дружу с одним баптистом, а он регент у баптистов. Ну, регент это тоже уже величина большая. И он очень дружен со мной. А жена у него покаялась, обратилась и стала православная. И растут дети. Старшая дочь сейчас она за священником. Матушка, матушка, фас Светлана в Томске. Это все плоды моей беседы с сектантами. Вторая дочь диакона, матушка за диаконом. Это в моем доме они обратились. Я могу конкретно показать. И вот он у меня дома. И в это время стучат. А ему-то не надо, чтобы его узнали, что он ко мне ходит. А баптисты-то уже сказали, кто будет встречаться с Игнатием, отлучать всех. Баптисты точно так же, как православные. Тоже из-за меня. Ну, я или баптист, или православный. Это вы как-то определитесь. Свой среди чужих, чужой среди своих. Это надо поставить где-то. А у меня дом, квартира-то разбита на плацкарты. И большой третий там этаж, на котором, ну, в комнате, внутри. Комната 12,8 квадратных метров. Я быстренько лесенку поставил, его наверху, он лег туда и лесенку вверху забросил. А приходят там баптисты. Тоже с ними идет работа. А он-то наверху лежит, качануть нельзя. Ну, я-то говорю, а, ну, просто, ну, жалко мне человека-то. Но в дневнике я записал. Был у меня такой-то, я его могу назвать по имени. Ну, я не знаю ему. Просто это неудобно будет. Он хороший человек-то очень. Вот. Ну, я по дочерям тут наши-то знаю о таком говорю. Это не выдумка. А следователь-то, когда вел курят Владимир Кузьмич, и в дневеке-то считает и смеется. Так это что? Я его допрашивал, и он такой. Это он так боится своих. Я говорю, он хороший человек. Да как же хороший, он вас стыдится. На палатах лежит и все это считает. Ну, никаких последствий-то этому не было. Ну, я веду дневник. Я же заранее сказал, веду дневник. Я сегодня с вами беседовал. Я люблю дневники и настаиваю, чтобы у человека был дневник. Это твоя жизнь. Ты заранее можешь сказать, что я могу найти. Вот ко мне обращаются, когда было это событие, у меня архив целый. У кого это есть, скажите? Мне дано это. Я всегда напоминаю. У меня КГБ, когда сжигали, у меня изъятая, написанная, напечатая на мною, то они мне сказали, вот краевая прокуратура, а ее здание прямо напротив меня теперь. Там музей истории и искусства. То две большие кучи сожгли. Две большие кучи. А в другом документе в топках завода там сжигали. В топках. Вообще где-то. Так после этого у меня снова я переплетчик. Мои переписки по 650 страниц примерно, каждый том я переплетчик. 77 томов моей переписки. Ну, пусть кто-нибудь покажет. Я уж не буду говорить о другом-то. Это люди, которые нуждались в помощи. Но я пишу копии моих писем и их писем ко мне. Интересен? Да, интересен. Я не такой, как они. Как был такой Дмитрий Дмитриевич Васильев, руководитель общества память. И написали, что он фашист. А он напечатал статью. Я фашист. И этим я интересен. Это тоже реклама. Но я не фашист. Никто. Но я экстремист. Почему? Не в том смысле, который они вложили. То есть я все желаю делать по высшей шкале. Если я десятину плачу, по высшей шкале. Если я отдаю все, по высшей шкале. Если за моим обедом, то все должны кто здесь есть быть. Вот у мусульман надо поучиться. В пустыне они встретились. Ну сегодня у нас тут праздник. Давайте барашка заколем. Барашка. Одного. А они вдвоем. Третий. Так это ваш пастух? Нет, это в стране их идет. Ну разве их костер? Каждый приходит. Салам алейкум. И рядом. Когда, говорят, сварилось все, 44 человека сидели у котла. Мне интересно. Но это мусульмане. А какие они хорошие? Никого лишних нет. Он не закрылся тряпками. Он не закрылся ладонью. А у меня один православный. Я вижу, он пасеку держит. В окно видит, что я иду. А я вижу, что он мед хлебает ложками. Я в комнату зашел, меду нет. Он успел спрятать его. Как бы я за стол не сел. Ну вот и все. У меня опыт жизни показывает, кому подражать. Я приезжаю в Молдавию, в баптистов проповедую. Они ко мне подходят и говорят, брат, дорогой, мы вот о вас слышали. Ваше слово так на сердца влияет. Вы про винопитие расскажите. У нас тут братья такие. У каждого подвала вина. И вот они выходят, за кафедру держатся, чтобы только не упасть. Баптисты. Вообще. Я говорю, да я чем же буду говорить-то? Я их не знаю. Как не знаете? Мы же знаем-то. Но я говорю, если только в личной беседе. Я не могу говорить. У меня побуждения на это нет. У меня побуждение сегодня говорить о том, о чем вы много говорите. О рождении свыше и о крещении. Я иногда темы-то беру очень простые. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Или никто не может произвести на анафему на Господа. Или назвать его Господом, как только Духом Святым. То есть я все темы стараюсь увязать с тем, чтобы человек мог проверить, в Духе Святом он или не в Духе Святом. Или так просто привык, батюшки за него, и он кочегарит и остановиться уже не может. Вот этот священник сейчас там какой-то стали в педофилии, там другой его обвинять. Грозовский там, он бежал за него. А я считаю, он обо мне там где-то выступал. Ну выступал неплохо, говорит. Ну а зачем? О нем мало написано так. Я сразу сказал, вам зачем о батюшке говорить-то? Вы молитесь даже за него. Как-то Филиппев здесь был севал, это он от зарубежной церкви. Ну полностью уже вошел в патриархию, но он пишет стихи хорошие, там кажется что-то связано с союзом писателей, поэтов. Ну и его подставили и начали гнать на него эту, как говорят, волну. И как в начале, и где-то он говорил, и это как на Скуратова. Снимки неясные, ну им надо было убрать. А как, дискредитировать-то? Я это узнал, я сразу объявил, а он мне не друг, совсем не друг. Я сразу сказал, он нуждается в помощи. Я точно знаю, что он не такой. И мы все и в общем сразу стали молиться. Мы ему друзья сразу в один день стали. Они клеветники. Но человек-то, не каждый приготовлен к этому. На меня не влияет. У меня, когда наказываю своим, никогда говорю, вам не надо вот такое там. Ну какое есть такое, если тебе положено, например, ты чувствуешь от Бога. Я вас нигде не нашел того, что нельзя было бы доказать. Доказуем. А то вы иногда скажете, а вот он так вот. Да только делов-то. Вы старайтесь жизнью своей показать, что вы не такие, не показать, а просто какие вы есть, не им показывайте. А город на вершине горы не укроется. Его обязательно увидят. Я только частично беру из своей биографии. Они не были там, где я был. Но у них другое назначение, у людей этих. А он поносит. Он не может быть другим. А вот евреи грабят. Они для того и есть, чтобы нас к Богу подогнать. И эти клеветники, они для того, чтобы мы ценили то, что мы имеем-то. Ты не будешь вот этого держаться. Ты будешь хуже их. Потому что ты был близок ко мне. Я непосредственно к вам, Сергей, говорю. Вы были близки ко мне, вы заступали за меня. А теперь-то они ваши, которые рядом-то были, апологеты, вас будут поносить. А вас будут Лапкинсом, Игнатьевсом называть. Сектантом, Эритиком. А вы-то не можете перенести это. Вам нужно быть с ними. Вы привыкли с ними быть вместе. Вы тоже обласканные, зацелованные от них. И вам теперь ничего не остается, как говорится, по полной программе выкладываться, против меня говорить. И тогда вы в своей клевете, в своем поношении меня должны превысить их всех. Но за углами они будут шептать. Он к Игнатию был расположен когда-то. То есть, как у старобрядцев. Какой бы ни был, а он никоньянин был. Так что, вы тоже многим рискуете. Вы кое-кому не рискуете. Игнатий, мне истина дороже. Мне Христос дороже. Я на это все. Ну, я-то говорю заранее, чтобы потом этого не было. Мое отношение к вам никогда не изменится. Никогда. Вы мои молитвы ведете по двум программам. Один как помощник, другой как болящий. У меня программы, по которым я молюсь. То есть, отдельно я за болящих молюсь. Вот вчера позвонили. Какая-то неприятность у нашей прихожанки. И дети ее заболели непонятно чем. И звать ее Галина. Тоже помолитесь. И детки такие хорошие. Вот. Муж дьякон. И заболел. Заболели. И врачи не могут определить, что температура, что-то желудком. Но мне все они дороги, эти люди-то. Я как бы болею с ними. Я вот когда считал житие от святых, я опять хочу сказать. У меня воображение очень сильно развито от Бога. Я буквально с ними восходил на костер. У меня горело все. Когда их пытали, резали, я как будто боль ощущал. Такие они мне близки. Апостол Павлов говорит, ибо и вы сами в их теле должны быть соучастники. Как бы такие же. Виктор Гюго когда писал о битве от Орлова, он говорит, я слышал звуки битвы и запах пороха. Вот это писатель. Бог дал человеку воображение. И я, если говорю о распятии Христа, я как будто рядом перед Голгофом, на Голгофе стою рядом с ним. И поношения, которые на него, они падают на меня. Я также склоняюсь здесь. Вот это, к этому призывают святые отцы. Чтобы мы, забыв обо всем, соединились с тем, о чем молимся. Доказательство моей любви, я уже больше месяца по 14 часов в сутки тружусь для вас. Вот они узнают и скажут, да ой-ой-ой, куда ты попал? А ты скажи, что меня, как отец Кирилл Сахаров говорит на Берсеневке около храма Христа Спасителя, Игумен. Меня, говорит, зацеловали. И поэтому поношение, там по старобрядчески все ведет, патриархийный. Все ведет, и одобряем и патриархом, Кириллом, там Алексеем, у него там Павел Сербский, все служат там. А вы меня поносите, старобрядцы. Ну это, говорит, чтобы выровнять эти веса-то, а то меня вот так вот перекосило. Любите? Цилуют меня? А это, ну вот так и надо понимать. Я сейчас расскажу случай один. Вы слышите хорошо? Да, отлично. Вот, я, в общем, из Иерусалима человек один звонит. И там есть пустынник, монах один в Израиле. Вот. И этому пустыннику, у него в скале храм такой вырублен, он сам сделал в скале пустынник этот. Ему этот человек, мне, говорит, нужно икону ему написать. Вот. Я показываю ваш сайт, говорю, я сейчас не принимаю заказы на иконы. Я сейчас работаю над сайтом, и ближайшие полгода я занят. Вот. Он мне говорит, давай, я буду, возьмусь за сайт, а ты будешь писать иконы. То есть Господь дает людей. Это же людей сам. Я ни у кого не прошу, Господь дает людей, чтобы помогать. А то в Иерусалиме начинают трудиться на нас? Да. Так им скажите, вы не на нас трудитесь, для Бога. Если у тебя сомнение есть, не делай этого, скажи. Вот мне этот человек приходит, там деньги дать. Я говорю, скажи, а ты уверен, что я их не проем, не проезжу, не проблужу? Да вы что? Если у кого сомнения, я обращаюсь, не надо мне это, просто подайте, он там нищему. Я принимаю это со 100% отдачей. Он предлагает приехать, я говорю, он говорит, пускай они в Иерусалим приезжают здесь, там устроят все как надо. Вот, я говорю, что вы в Иерусалим, в Иерусалим кипят в православии, а они там по таким, по другим местам едут. Вот, так что приглашают вас. Так, кого приглашают? Вас кого? Меня уже не один раз приезжали и приглашали из Иерусалима, все оплачивает. В Грецию, никуда я не поеду, скажи им. Я нужен... Так, я сказал, что он не поедет, у него другая цель. Так вот, ну я понял. Так вот, когда они говорят что-то, ты имей для себя памяти. Есть ли там такие люди, которые могли бы мне параллельно на наш сайт и форум открыть? Возможно ли это? Потому что предела ненависти, которая ко мне у них, у попов, просто нету. И у них сейчас задача меня сделать врагом государства. Но когда их начинают в лоб спрашивать, вот как кальмаю, так что, книги лапки на вредные? Она попятилась. Да нет. Ну, экстремистские книги? Нет, не экстремистские. То есть, они знают, что экстремистские книги везде изымаются. Раньше-то этого не было. Ну, молот, ведьм, запрещенные книги, это всегда было у католиков. А у православных-то не было. Но и сейчас они под это подгоняют. Но у меня-то ничего нету. Одна еврейка начала со мной бороться, подняла весь кагал. А они помогли ей. А они говорят, так он, говорит, не евреев одних тут трогает. Он и православный батюшек. Он всем, говорит, так. И они от меня отстали. Я выборок не делаю. Я говорю, евреи-то должны признать Господа. И она вдруг расположилась ко мне и говорит, конечно, у вас такая одежда, такой зимний прикид, так сказать, любого свалите. Да вы что говорите? Любого жида за пояс заткнете. А сама еврейка? Любого жида за пояс заткнете. Но до того интересно. Ну вот и все. Сама еврейка. Фаина Соломоновна Королева. Город Барнаул. У меня и слова записаны в книге моей. А почему? Любовь. Я говорю, вам не устоять. Потому что я молюсь каждый день за Невзорова, за Германа Стерлигова. Ни разу не встречался. А Герман Стерлигов против меня. И я когда узнал, что он против меня, а притом не считал, не видал нигде. А откуда вы его узнали? А вот узнал, откуда-то он был в Барнауле где-то. Ему что-то сказали. Он только старообрядцем, только кому. Меня трогать нельзя, ты урон будешь терпеть. И он наконец Московскую патриархию полностью запустил. Нет, старообрядцем я себя не признаю. То есть там духовное крушение. Тем более я усиливаю молитву. Он очень хороший человек. Такого человека патриархия потеряла опять. Потеряли. А возьмите вот Богачев Юрий. Заслуженный артист СССР. Дочь и сын олимпийские чемпионы. И он запился. И обращается у сектантов. По всему миру едете поет. Клименко Виктор. Казацкий певец. По всему миру. Опять не к православным. Православие всех могло их приобрести. Как говорят, у них всех корни православные. Потому что они ходят и проповедуют. А православные не могут этого делать. А пойдут у них только одно. Мощи, мощи, мощи. Вся мощь в мощах. Андрей Токураев-то. Он говорит-то не с насмешкой. Говорит, скоро нанотехнологии начнут на молекулы расщеплять. Что в каждом доме полный набор был. В каждом храме. Мощи. Давайте сейчас этот вопрос по мощам. Немного его так обсудим. Мы со священником, мы больше с одним порой говорили. Вот реально, допустим, я говорю, Бретон Юродства, по сути, нереально же захоронить мощи. Это же нереально. Ведь собрать их же, развалопить по всему миру эту мощь. Захоронить их нереально. Просто иметь в виду то, что не нужно такого внимания обострять на этом. Пусть они будут в храмах, эти мощи, но он пусть будет, лежит, как святыня там в этом, в раке стоит и все. Не надо так обострять на этом. Так они не так понимают. Вот видите, из-за чего тут у нас недавно был разговор о том, что на мощах, а мучеников, так я говорю, вы нарушаете. Не мученики, не мощи. Мощи это мощами называется все тело. А частях тела ни в одном каноне, ни в одном житии нет, а только наоборот. И Андрей Кураев это подчеркнул. Есть они мощи, я же нигде не лезу. Вот мы поехали, там мощи. Я точно так же вместе со всеми подошел и приложился к мощам Сергея. Вам что нужно? Он против икон. Я против икон? А как против икон? Когда каждое благослужение, я прихожу целую. Вам что нужно, чтобы я ее сживал, съел или как? Объясните. Что я должен с мощами делать-то? Я где-то против, сказал против антиминцев. У нас-то служба слушается на антиминсе, а там мощи. Я говорю к тому, что ни в этом спасении это не по Евангелию. Они никак не могут понять. Но вы знаете так, я говорю, не смертельное, поэтому я принимаю. Я принимаю везде, где есть мощи. И нигде против мощей. Я не говорю. Я говорю, нужно помнить, что впервые сказано, в прах ты и в прах возвратишься. Вы это никак не можете опровергнуть. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А чтобы выкапывать, резать, Христос даже как будто бы не мог предполагать, что вы такое будете. Даже хоронить, и то это уже мертвецы. Они не знают писания, и его не чувствуют, так скажем. Бесчувственное. Они о мощах узнали, все. Об иконах они узнают, но они не изменятся. Они скажут, мощи-то он специально так делает, чтобы скрыться. Но это волк. В сети нашли, мы, говорит, волкова вещей шкуре Лапкина. Они в сеть-то... Я не понимаю, как это в сеть ставят-то? Вот на меня, допустим, отец Лев Лебедев что-то сказал, в интернете есть. А мой ответ, который в книгах, моего ответа нигде нет. Как его поставить-то в Google-то? Или кто там ставит? Так что там вырезают, как надо ставить? В Google-то как ставить? Я знаю, как на форум ставить, в YouTube, а я не знаю, как это. У меня столько материалов. Они говорят неправду, и у меня на это ответ есть по Евангелии. Я могу поставить для людей-то, как вы говорите, чтобы не росло заболевание. Вы знаете, слушайте, я вот тебе забыл такой важный вопрос. Вы, что знаете, какой самый популярный в православии, особенно, сейчас православных в основном на Яндексе, понимаете? А Google с Яндекса все берет. Сейчас вы особо концентрируетесь на Яндексе. Понимаете как? Да. Вот, то есть туда, там вот, поисковик хороший, там в два раза быстрее ищет, чем в Google, там результаты лучше, намного быстрее, намного результаты находишь в Яндексе. Больше на Яндекс переключайте. Вот. Так, мне это не сделать. Я заранее скажу. Я могу обратиться где, но мне надо самому точно знать, какие статьи поставить, чтобы эти статьи появились там. Клеветники-то, где говорят, абсолютно, стопроцентная ложь. Но я не могу ничего сказать им. Статьи все давайте мне, какие вам нужно выставлять. Или вы хотите на фону на свой. А если сделать так, я на вас эти статьи буду выкидывать, но они большие, вам только файлы, посылать через почту. Ну, файлами, конечно, я выставлять буду эти статьи, а мне стать... Да это еще будет лучше, и я выставлял. Я могу сказать, я не выставлял. Мне это... У меня расключены сайты в течение 3 месяца, и эти статьи будут на первых местах. Хорошо. Хорошо. Но вы хорошо все взвешиваете, чтобы потеря ваших близких, или как назовем их, почитателей ваших, у вас их будет меньше за связь со мною. Игнатий Тихович, я готовлю сообщение своей матушке, говорю, мам, я говорю, ну ты готова умереть за кресталок, если нас придут с тобой, убьют. Она готова. Она говорит, она промолчала. Понимаете, как я даже на это готов. Понятно. Так, что у нее срочно еще есть? Денис. Денис. Пока нет. Господь милостивый, позволяет нам еще одну беседу провести. Володя, покажись-ка я ему рядышком, сядь. Володя мой, вот он, подними аппарат повыше. Здравствуйте. Во вред у нас никогда не будет, мы ничего не даем, трактовки никакой, а просто как есть в живом виде, вы сами видите. Мне не надо бороться за мой авторитет, не надо. Чем больше меня поносят, тем выше награда. И моя-то задача даже не в том, чтобы посещали мой сайт и форум, а в том, чтобы знали, я выполняю миссию 22 глава Евангелия Патрии. Идите, зовите на брачный пир, я их зову ко Христу, а пойдут, не пойдут, будут меня бить, убьют, это меня не должно касаться-то. Вот Андрей Кураев правильно сказал, ему, говорит, все равно, вот это называют он безбашенной. Башня-то они сохраняют верхушку свою, я понимаю смысл какой. Он сказал не в отрицательном плане, он поясняет, ему все равно, да, мне все равно. Но это сделал Господь. Господь так сделал. Я говорю, у меня технология старого быка, чем больше бьют, тем толще шкура. Все, во славу Божию, делается и, как говорится, и плоды приносят свои. Мне нравится, одно выражение есть такое, но знаете, был среди вас пророк, один пророк говорит. Я не называю себя пророком, я говорю, но знаете, был среди вас человек, который любил вас. Любил неложной любовью, как вот отец Даниил, мусульман, Сысоев. Я это все так говорю с великой любовью для людей, чтобы они встали на евангельский путь, как филиппистам, Павел пишет, подвязались единодушно за веру евангельскую, не за мощи. Веру евангельскую. А евангельской веры, ее нету. Был такой церковный писатель, его сильно не любят попы, Николай Семенович Лесков, сын священника. И он говорит, евангелие никогда в России не проповедовалось, как должно. Вот и все. Они будут искать виновных, почему православие полностью закончилось в России. Вот они набрали крестный ход, еще эти крестные хода мы не говорили. Я вот выставил, что у вас там было. Выставил. Так, еще чуть-чуть минутку. Слава Иисусу Христу! Вот он рядом стоит. Но он не берет, потому что у нас запись идет тут. Ты к больной поехала, да? Ты от нее звонишь. Ну, спаси, Христос, поклон низкий передавай. Скажи, она наша любимая и любезная, всегда. Обязательно до твоего возвращения не звонить. Ну, поклон до земли. Поцелуй ее за меня. Отошел. Это у нас добр, старшая сестра, вот она опять позвонила. Слава Иисусу Христу, и дальше уже не надо. Она уже не из дома. Одна наша болящая сестра упала, шейку там внизу сломала и лежит. Муж только недавно умер, год назад, инвалид Отечественной войны. Когда нас спрашивали, а есть ли образец женщины у вас, которая в полном послушании мужу? Я говорю, вот, Чернявская Александра Ивановна. А он, Иван Семенович, умер. И вот она упала, сейчас лежит, и там сестры круглосуточно несут вахту. Она лежит. И она не стонет, не болит, ее нельзя пошевелить. Она просто лежит. И благодарит Бога. Благодарит и благодарит и благодарит. У нас люди очень хорошие. Вот у меня есть книга такая, 15-й том открытым оком. Я предложил своим близким написать, как они обратились к Богу, и как пришли в нашу общину. Ну, на занятиях там были не наши общины люди, а из патриархии. Были, которые такие редкие патриархийные. Были из краевой администрации, были такие, кто там из КГБ. То есть у меня, ну, очень разномастная аудитория в университетах-то была. Я часто не веду занятия. И они тоже написали. И я это поместил, 15-й, 16-й том захватил. 84 свидетельства. Вы можете у меня скачать, и вам это будет очень полезно. На сайте моей книги, и 15-й, 16-й том. Скачать и посмотреть. Они там есть. И когда люди эти свидетельствуют о себе, то даже родственник одной, наша одна Лена Барабаш, жена старости в деревне, она как зазавуча школы. Даже отец говорит, да как это Игнатий тебе надиктовал. Она говорит, Игнатий даже в руки не брал бумагу эту. Не знает. Людям не верится, что люди эти переменились в дочь, которая неверующая была и стала такой верующей. А там студенты как обратились, покарились. Все до единого православные. Не считая, которое у нас, тут малое число, остальные все патриархии, там священниками стали. Вот и все. И вы там найдете. И вот один знакомый из Америки, прочитал, он книги получил там, и говорит, это вы. И у каждого написано адрес и телефон бывает. Но это вообще. И места писания, что главной в ее жизни является. И фотография. И что они по видео говорят еще. Это, ну просто, лучше нельзя создать-то. И он говорит, это вы говорили. А она говорит, я у Нагаева это. Мария, как ее? Мария Яковлевна. Вот. Да, я. И она баптисту тоже стала свидетельствовать и говорить. Совершенно как бы неграмотная женщина. Стала свидетельствовать, ему рассказала все и говорит, а вы не церковь. Вам нужно священников иметь настоящих. И он сразу убедился, о, это Лапкин. Наши в Греции дают интервью, а у меня один со мной переписывается, он к вам заходит, Марьясов Александр. И он говорит, а я в Греции ваших людей встретил. Я говорю, как вы узнали? Ну там фотография висела, я понял, что это ваши фотографии. И говорят, как вы там, о десятине речь идет, они там платят, единственные. Наших людей узнают, у них особый запах. Вас теперь все время будут обзывать, они уже. И вы там причащаетесь, батюшка исповедает. Это никакой роли не играет. И вы с этим или соглашаетесь, или снова должны вернуться на прежнее. А куда на прежнее? Вы меня просто не знаете. Я бунтую, я в интернете все время бунтую. Значит, нас Господь свел, дорогой мой. Так и будем помогать друг другу. Да, вас слава Богу. Сказали, вот эти на меня нападают, а они все пасутся на моем сайте, на форуме и на Mail.ru. Я их вижу, они отображаются. Нам есть что показать, какое наше чудное застолье. У меня 1490 тем. Тем, почти полторы тысячи разных тем. 1385 роликов, наших роликов. У Кураева может быть больше, но нигде не покажет, как он с детьми, там, в лагере. Он не может показать. У него просто нету. Смирнов там, у него много. Осипов, но он не может показать, как в деревне, как новые люди, как он путешествует, дороги встречаются. Он не может там показать. Данил Сысоев мог показать, как он с мусульманами беседует. Но он нигде не мог показать такое, когда вот собрание, там, где-то я выступаю, там, ну и проще. Что у нас есть? То есть у нас спектр намного шире. И этим мы дополняем друг друга. Но на мне все это сошлось. Сошлось. И это не моя вина, а избрание Божие. Бог так сделал. Он, баптисты, обо мне пишут, говорит, он очень популярен, Лапкин здесь. А баптистов, он говорит, и в хвост, и в гриву тут разносят. А они его любят. Вот и весь сказ. Я не в хвост и в гриву, я просто им говорю, то, что должно быть. Что у них нет епископата, и поэтому все остальное попадает под сомнение. А нам надо взять, как они проповедуют, любить Господа и прочее. У них надо многому-многому поучиться. А я как-то стал говорить, а вы знаете, что такое Игнатий переводится? Откройте календарь. По-гречески означает неизвестный. Неизвестный. Вот неизвестный, неведомый переводится. И все, а как неизвестный? А вот так. Я приезжаю в город Кызыл, Тувинская ССР. Приезжаю по важному делу. Познакомиться с родителями моей невесты. Надежды Васильевны Шадриной. Ну, а там баптисты узнали, что я приехал. И баптисты там разделены. На отделенные совет церквей был, которые правильно шли. И те, которые зарегистрированы, которые, как московская патриархия, вся была сломленная. У тех молодежи полно строгости, исповедания. Узники сидят. Но они все переживают от того, что разделение-то произошло. И там, представьте, ра появились. Я говорю, а вы могли бы собрать тех и других? Можно собрать, но они даже молиться с нами не хотят. Ну, я говорю, а Бог покажет. И вот собрались они. Вместе. Нашли большое там здание. Баптисты те и другие. Ну, и мне предоставили слово. Ну, я коротко скажу. Когда я призвал на молитву, это было что-то невообразимое. Рыдал весь зал. Они просили прощения друг у друга. Они обнимались. Они целовались. Они бывшие друзья. Были раздаренные. Разделенные. Их власти натравливали. Все примирились. Но каждый считал, что я нахожусь на их стороне. Одни думали, что я от зарегистрированных. А другие от незарегистрированных. Один из них еще потом обратится, станет священником. Самое-то главное-то. Это вообще чудо Божье-то. Но если бы сказали, что это православный к вам приехал, я думаю, они бы упали и не встали. Ну да. Притом я нигде не обманывал никого. Так, мы уже давно говорим. Отхожу, да? Я вчера, ну да, сейчас и скажу. Да. Я вчера два часа больше, наверное, с отцом Сергием по скайпу тоже мы. Мы с ним иногда так беседуем. Но он, прям у него такая жизнь началась бурная. Он довольный. Ну, поняли, как вам отца Сергия туда нет. Значит, никаких препятствий к нашему дальнейшему пути, любви, дружбе нету. А какие препятствия? Какие препятствия к Богу? Ну, он препятствия внутри нас. Смеряется. Препятствия. Мы переписываемся иногда. Его нужны наши нужды. Он говорит о тех, кто болеет, как свидетельство идет, и мы сразу выносим на молитву. Вот когда говорят что-то обо мне-то, они самое главное не берут. Это молитва. Я говорю, вы возьмите за эпидром, как у меня, Псалом 118 и 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Вот у меня где-то нападают. Вот здесь клеветники уже на вашем, где вы там выступаете с ними. Господи, благодарю тебя. Эти хорошие люди, они страдают. Они мучаются. Попы так натравили. Помилуй их. Я благодарю Бога. Это суды Божьи надо мной совершаются. И над ними. И я должен не менее семи раз встать. А один раз – это три святоя и сто поклонов. Каждый раз. Все, Господь, тут одни чудеса. Тут что-нибудь, то чудо. Хоть ходи и хвастай, если всем какие чудеса происходят. И они особенно, главное, я на молитве, где показываю, молятся. А это показывают, то другое. Я говорю, самое-то главное, вы вообще ничего не понимаете. И Господь говорил, получают похвалу. Я еще ни разу не получил похвалу за фотографию, где мы молимся. А патриарх, что он благословляет ролики, все стоят в храме, и вас всех показывают. Вы маленько дальше продвинете, как Лев Толстой. Значит, общественное богослужение должно быть. Или на общественном. Можно открыто, а дома одному нельзя. Ну, они вообще никакие. Но дело-то в том, что они останавливаются на углах улиц, дабы получить похвалу. Но если ты за это получаешь поношение, гонение и удары, так это награда. Вот я сел и перекрестился в вагоне, в автобусе. А другой подошел, мы едем, я еще расскажу немножко. Едем электричка, там низенькие сидения, вы ездили, знаете. И мы сидим, едем с Александром Ивановичем Устином, героем веры. Одно время приговоренным к расстрелу. Судил Меркулов заместитель Берии. Вот какой человек со мной едет. И у него рядом дочка сидит, Аня, Нюра. А у него какие-то апельсины. Подошел один человек, и вы еще тут пудрите мозги молодой девчонки, но не знает, кто она такая-то. Александр Иванович на той сидит, а я здесь. Ну, а люди-то там же в электричке-то видать всех. И он хватает меня за бороду и начинает, а-то я тебе козел вонючий. Ну, я сижу. Он берет Александра Ивановича, он боксер. Он одним ударом его бы через два сидения перекинул-то. И вот за... Ну, его... просто... Ну, мы не знаем, что делать-то с ним-то. Мы не отвечаем ничего. А эти апельсины-то не у нас у него были. Вот я теперь вспомнил, как было-то. В это время поднимается человек один, подходит, раскрывает книжечку. Сотрудник милиции. Вы чего к людям пристали? Только милиционер-то выступил, как народ во всем вагоне поднялся на этого, на хулигана-то. А у него сетка то ли порвалась, то ли заодно ушко, и эти все посыпались. И он упал, как будто кается, лазит под ногами у нас, собирает яблоки-то свои, апельсинки-то. Мужик этот, милиционер, его забрал, он никуда не вывел, просто посадил здесь. Вот и все. Поношение-то поношение, но что за этим-то дальше последует? Да, посадили вузы, да, колодки накрыли. Ну, что делать? Только песни петь теперь-то. Но ночью будет землетрясение, начальник чуть с собой не покончит, прибежит, и что делать? И весь день дом крестится. В этой немощи, что я никакой. Бог показывает силу свою, землетрясение. Обращает дом Стефана, этот начальник стражи, ревностный служитель силовых структур. Дальше-то смотрите. Они на меня нападают где-то, в этом моя сила. Я семикратно в день прославляю вас, Бога прославляю сказать, за суды правды его. Это суды Божьи надо мной совершаются на земле. Я грешник, и меня Бог ощущает непрерывно, меня он протирает на мелкое, нашинковывает. Потому что я его избранник. Когда говорю избранник, как все, а если не избранник-то никто, я говорю, ты что? Кого избрал, тех предопределил, и там дальше все написано. Избрал меня от утробы матери моей, поэтому я жил в миру, я не знал ничего, кроме грехов. Иначе бы меня Бог, если бы не Бог, как бы он меня уберег-то там, от того, что было, то у меня я не воровал, женщин не знал. Почему? Бог, страх. Они этого не могут понять. А память у меня, потому что я блудом, неисточенный ум. У меня стихотворение есть такое. Я могу вам прислать его сегодня. Ну, отпускай, брат. Геннадий, еще последний вопрос. Когда вам этот говорил, когда будет у вас? Пока не знаю. Не могу ничего сказать. Не нужно сказать. Так, маленькая просьба такая. По имени его больше не называй, а называй как-то по-другому, потому что эти могут посмотреть где-то, они его высчитают, и они ему большие пакости сделают. Я уже слышал. Слышал. Вот, которые, можно лучше их не называть по именам, потому что прямо угроза, прямо над ним висит уже. Я не хочу этого, потому что это очень близкий человек, очень хороший, хороший, которому надо спасаться. Вот так. Понял. Ну, я понял. Все. Пока нет, после Нового года, может быть. Ну, все тогда. Увидимся. Оставайтесь с Богом. С Богом? До встречи. До встречи. Отошел. Спасите его, Господи. Вот молодец. Ну, сегодня вообще мы опять застряли. А моя вина. Я тут расползся, как море без берегов. Перед ним. Ну, дорого для меня это общение с ним. Дорого. Полном. Давай, скачивай сейчас. Ужму и сразу выставлю. Нас в тайне никакой нету. Мы не экстремисты. Продолжение следует...